Субтитры создавал DimaTorzok Николай Викторович, давайте тогда начнем с знакомства. Вы выдвигаетесь в президенту. Кандидат в президент. Ну, как это обычно бывает, когда кто-то куда-то выдвигается, народ должен быть поинформирован о том, что это за человек. Расскажите, пожалуйста, о себе. Вот так, как вы хотели бы себе представить народу, который пойдет или не пойдет за вас голосовать. Я родился, я женился в таком плане. Ну, вот, что вы считаете необходимым о себе рассказывать? Ну, так сказать, в двух словах, так сказать, ну что, родился в 61-м году в городе Кисловодске, в Сараповского края. Ну, а потом отец получил по работе квартиру, мы приехали из подвального помещения, где там сыра была, и видно было ноги в окнах людей входящих. Трехкомнатную квартиру, хрущевку, 36, то есть 5-6 квартир. Мне для нас был дворец в то время. Но, наверное, для большинства людей в то время получил квартиру. Ну, потом, естественно, закончил школу, потом поступил в университет. Я поступил в Харьковский университет, радиовидческий факультет, и закончил кафедру теоретической радиофизики, то есть считается элитной кафедрой на нашем факультете. Считался элитный факультет и элитная кафедра. И, как понимаете, не самым последним закончил, так сказать. Ну, правда, я еще в университете не устраивал многими своими идеями, по науке, научными идеями. И меня даже не спрашивая, хотя я имел право определиться с председателем, меня отправили в армию служить офицером два года. Ну, я примерно не жалею, по крайней мере, долг отдал, а служил. Но, закончив тоже университет, и получил самое лучшее естественное образование в то время, как можно было получить, и, как я знаю, это остается лучшим до сих пор. Потому что, так сказать, Харьковская школа радиофизики считалась лучшим в Советском Союзе. Это не мое мнение. Я не получил ни одного ответа на вопросы, которые у меня были в школе. Это какие? Ну, к примеру, даже элементарные вещи, к примеру, если по физике говорить, так, я радиофизики, к примеру, в одном месте физика учит, что распространение электрического тока это счет поверхности заряда на проводнике, и рассчитывает, он получил несколько миллиметров в секунду движения. А потом, в другом разделе, забывая о том, что учили еще полгода назад, говорится, что распространение скоростью света. Так, со скоростью света или несколько метров в секунду? Понимаете, противоречит другое. В одном, в оптике учат, что луч входит, есть коэффициент сопротивления преломления среды, и в результате чего скорость распространения луча солнечного в среде меньше скорости света вакуум, как говорится, так? Получается, что она меньше скорости света, то есть меньше, то есть... А чуть позже физика учат опять квантовый раздел. В физике там хоть немного, но в нашей училии довольно-таки хорошо, физику в том числе. Говорит, что фотон, то есть частица света, которая дальше не делится, является... Энергия фотона равна... Постоянная планка нужна на частоту. То есть, получается, фотон имеет постоянную энергию, а скорость же... Энергия превратит скорость. Получается, что если скорость падает, значит, что получается? Или фотон уже меняется, или такие приемы можно провести десятки и сотни, не только в физике. И вот, когда получив полноценное образование, и видя, как вот именно формируется, потому что радиофизика произвивается... Вот мы за три года проходили то, что физики обычно проходят за пять лет, то, что математики за пять лет... Нам втюрли в три года. Ну, тяжелый участвовал с факультетом. И потом, кто выжил третьего курса, распространяется по кафедрам, уже дальше, потому что он уже был матфизик и так далее, и так далее. И уже действительно заниматься более подробно, так сказать, научными исследованиями и так далее, и так далее. Но, опять-таки, не было ни одного объяснения. То есть, чем дальше объяснение, тем больше нужно было вводить постулатов, которые никто никак не объяснял. Понимаете? И вот, когда я закончил университет и получил лучшее, что можно было в образовании получить, я не получил ни одного ответа, я думаю, ну в чем же дело? И... Простите, вот я вас перерывал, чтобы не углубляться в узкоспециальные... Да-да. Какие-то вопросы, наверное, вас интересовали не только вот частные... Конечно. ...противоречия в учебной программе, ну и какие-то вот более общие, глобальные... Какие у вас тогда стояли главные вопросы? Ну, понимаете... На которые вы искали? Тут трудно сказать. Я, в принципе, интересовал всегда целым спектром знаний. То есть, не было зацикленности на физике. Я довольно-таки неплохо изучал, как мне говорили, биологию, философию, так сказать, химию очень хорошо знал в свое время. Конечно, за 30 лет после это немножко подзабылось. Но это всегда можно найти, как говорится... Образование — это не то, что ты зазубрил все, все, что нужно зубрить. Образованный человек знает, где ему нужно найти то, что ему нужно. Вот пойду вот такую книжку найду, открою там, где нужно, и освежу в памяти. Потому что, так сказать, зазубрин, как сейчас превращают школу в абсурд, убивают полностью образование. Кстати, надо сказать, в Америке, уже отказаясь от системы зазубрин, наоборот, стимулируют, чтобы студенты, школьники думали. Так у нас сейчас навязывают, чтобы не думали. Вот, как я помню, единый экзамен, который был приводен, что вопрос, какой цвет глаз у лошади Наташи Ростова. Это принципиально важный вопрос для того, чтобы запомнить, если ты не знаешь, то если ты не даешь тест. Понимаете, абсурдоваются. В советское время, что действительно было прекрасно, это образование. Но потом поняли, что образованные люди начинают задавать ненужные вопросы. Лучше иметь невежда. И начали гробить это все. Поэтому мне интересовало, в принципе, все. История, философия, география, геология. Ну, в принципе, трудно называть, что меня не интересовало. Потому что я, кроме того, что школьная программа и университетская, я интересовал очень много аспектами разных. С детства, в принципе, не только в школе и университете. Поэтому вот сложилось, кстати, своеобразное понимание. Потому что, ну, и у нас преподаватели были толковые в университете. Потому что именно действительно важно, чтобы человек умел думать, а не просто зазубривать. И поэтому, так сказать, они требовали... Один из профессоров, который... Завкады к этому беседовали, да. Он как раз тогда занимался уже некоторыми своими исследованиями параллельно. И об этом знали. И как раз мы с ним беседовали. И он говорит, Коля, слушай, когда ты изучаешь что-то, никогда не становись на рейсы тех, кто их теорию создавал. Потому что они были не дураки. И давили от точки А до точки Б. И если не смогли провести дальше, то никто дальше не проведет. Ну, в принципе, я так и поступал. То есть я никогда не входил в систему. Я всегда смотрел. И, допустим, когда я был студентом, я не зазубривал никогда материал. Я просто преподавал экзамен. Я просто проводил и выводил все формулы, которые в учебнике приводятся сам. То есть, помните, после простейших преобразований математических, помните, да, фразы? Мы получаем вот это. Так вот не просто запоминал фразу и результат фразы. Я просто садился и получал. И занимал иногда несколько страниц пока от того преобразования, которое говорит после простейших, получаешь это. И когда я чувствовал кухню, то есть я чувствовал, почему? Что он сделал в этой точке, чтобы получить такой результат? Чтобы большинство, к сожалению, делать. И получается, что я, когда изучал, я изучал, понимал то, что те законы у кого-то. И мне было ясно, где кто что применял, почему отбрасывали. Потому что иначе такой не получится результат, понимаете? То есть, чаще всего результаты получались такие, которые были удобны тем авторам, которые работали над этим. А в принципе, математика заставит человека забывать о надо. То, что каждая буковка, каждая галочка, которая стоит в формулах, это реальный физический процесс. И по закону математики природа не живет. Она живет по своим собственным законам. А когда кто-то берет, просто отбрасывает. Потому что удобно, иначе красивую формулу не получишь. Или вообще не получишь формулу, какую хочешь. То это получается профанацией. И в принципе, чего мы в результате получили. В принципе, знаете ли вы, нет, что уже доказано, что ни одной константы, которую опирали в школе физики, не существует. Потому что они плавающие у вас с разных точек, всегда меняющиеся. То есть, если это даже просто принять к этому, то физика превращается уже не в науку, а в такой плавающий фундамент, куда плывет, туда и плывет. А если учесть, что официально вынуждены были признать, что 90% материи, Вселенной, наша наука вообще неизвестна. И только то, что известно от 10%, то это говорит о том, что в принципе ничего не известно. Это не значит, что вот то, что наблюдается, то, что факты проявления, то, что мы можем зарегистрировать приборами, они неправильные или плохие. Но объяснение, понимание того, почему и как это происходит, к сожалению, желает лучшего. И поэтому получается, что к чему привела кавычка западная цивилизация развития? Химию создали, которая гробит землю, не читает все. И это уже не просто сказки, разговоры какие-то, понимаете? А что, вот взяли и бросили в землю. Вдруг урожай огромнейший, потрясающий, да? То естественно будет, потому что гумус, вот микроорганизм, который живет в почве, естественно, когда убить, естественно, сразу удобрений полно-полно. Но через два-три года земля превращается в мертвую. И это не только я хочу придумать, сказку придумал. В многих странах, в нашей стране, слава Богу, это мало затронуло, потому что последние 20 лет в химии, как ты мало кто бросал в землю. Так что проблемы оказались в пользе. Но в той же самой Америке, в той же Китае и Европе, где химию бросали. То есть, выращивали, знаете, в Америке выращивали и выращивают апельсины, и тогда цитрусы, и многие другие деревья. Так уже после того, как старые сняли, которые росли, новые сажа сажают, они не растут. То есть, мертвая земля. Вы работаете как раз, вы об этом заговорили, потому что вы над этим работали. И над этим тоже работал, да. И Китай, к примеру, каждый год теряет 5-7% плодородных земель. Вот по счету геометрической прогрессии. 10-15 лет у них не останется ничего. А что потом? Хорошо, они скажут, как уже знаете, Россия, типа, не имеет права иметь земли, да. Вот мы давайте отберем у России, потому что очень жирно России, русским и другим народам иметь те территории, которые они имеют. Они не с поганей в достаточной степени. Мы должны это поганить так, чтобы вообще ничего не было. Ну хорошо, допустим, предположим, что это получится. Они уже поделили территорию. Кто, конечно, что заберет, вы знаете об этом, да. Карты есть, где поделена Россия, современная. Какая страна будет контролировать. И главное, не стесняясь, об этом публикует и пишет везде. Так вот, хорошо, да. Это вроде как не воспринимается всерьез. О, конечно, всерьез, да. А почему-то они всерьез. План Кейсенжеров всерьез существует, понимаете. Вот. Допустим, хорошо, допустим, захватят землю. Вы думаете, что они по-другому будут делать что-то? Они также будут гробить землю. Ну хорошо, угробят те, что наши земли уберут. А что дальше? Извините, то, что Китай теряет 5-7% плодородной земли каждый год, это не мои сведения. Ну конечно. Понимаете? То есть, если были мои сведения, это была гипотеза, предположение. А это реальные факты. То, что в США огромная территория мертвой земли, и то, что в Европе тоже самое наблюдается, это тоже не теория, это факты. И, к сожалению, потому что пока будет продолжаться образцовая химия для того, чтобы продолжать то, что делают, площади не будут сокращаться, площади будут только увеличиваться. Потому что мертвая земля не рожает, значит, они новую территорию, которая еще рожает что-то, угробят следующие и так далее. То есть, это как саранча. Ну, выделив кадр, пока саранча сейчас уничтожает. Так получается, мы хуже саранчи действуем. Саранча хоть, извините, мозгов не имеет, в полном смысле слова, но это делается сознательно. То есть, корпорации, которые производят химические удобрения, им важно продать химию свою. Но, извините, они тоже живут на этой планете. Правильно? Давайте попросить. Да-да. Давайте вернемся к фактам вашей биографии, которые необходимо каким-то образом внести. Ну, вы просто спрашиваете... Ну, вот мы дошли примерно до окончания университета, когда вы поняли, что вы держите его как диплом, но при этом никаких ответов важных на свои вопросы не получили. вот что происходило дальше, что вы сделали для того, чтобы получить ответ? Ну, я еще в университете студентом начал исследовать, потому что, как вы сказать, многие вещи, что мы происходили в детстве, непопытные. Ну, сейчас, вот видите, вот в детстве я... Что это такое? Шрам, видите? Шрам, да, я вижу. Видите, да? Этот шрам, ну, когда это было лет 11-12, я еще не знал. Ну, это был в поле, в степи. И там на бричке ехали, и мне предложил, как говорится, сторож, который на бричке вел, ты не хочешь подсолнечник срезать? Дал ножик мне. Ну, я пошел, как огромный подсолнечник. Головка, знаете, красивая, не то, что вот такие вот, огромные подсолнечники. Я взял, встал, срезал и вот так скрыл. Ну, еще там хлынула кровь. Ну, там еще километров 10 на бричке ехать. Вы когда на бричке ездили, это скоро... Ну, это впечатление весьма забавное, рекомендую попробовать, потому что это любопытно и интересно. Но, в любом случае, это где-то 40 минут 50 добираться до хутора, где в то время отдыхали у бабушки. И так далее, и так далее. Так вот, увидев то, что я себя порезал, ну, кровь хлынула весьма основательно, ну, я не первый раз резал, поэтому меня это не испугало. Но у меня возникло понимание, что у меня будет втык большой от мамы. Я просто взял газету, вернул и положил руку вот так. Когда я приехал, там уже было закрыто все, то есть ничего не текло. Потом, если вы посмотрите анатомию, то вот здесь приходит артерия. И я скрыл случайно артерию. То есть, это смертельно опасно. Извините, когда срывается артерия, это локтевая, локтевая, две разветвления. Вот эта артерия самая большая. в руках ведущая разлияется и так далее. Эта артерия, здесь артериальное кровотечение, притягивает жгутом тяжело здесь и потом зашивает. Без этого человек погибает в течение 50 минут. Кровь просто бьет. Она под напором и все. Ну, я не только не погиб. Видите, доехал и ничего не делал, никаких дешеваний, ничего, никаких жгутов никто не кладывал. Уже ранка скрылась и крови вообще не было. Но вот потом вы как себе это объяснили? Ну, подумал. Я тогда еще не объяснял. Просто не хотел, чтобы кровь хлистала. Потому что газета мгновенно прекратилась в кровавую массу. И она так точно не улетит, думаю, и так далее. Я просто держал руку и хотел, чтобы кровь прекратилась. Этого было-то достаточно, чтобы скрытая артерия закрылась и зарубцевалась рана. Ну, вот вы же получили потом довольно серьезное образование. Нет, потом. Я в школе это... Да, я понимаю. Но потом, когда вы получили довольно серьезное образование, вы же знали про этот случай? Как-то вы... Естественно. Должны были себе объяснить? Естественно. Потом, когда я уже понял, что и артерии, и многие другие факты, которые это долго займет. Поэтому я все более подробно заложу свои книги «Зеркало моей души». Расписывал постепенно, как я смысл, как понимал. То есть, такие факты множество было в моей жизни. Расскажите еще. Это же страшно интересно. Ну, самый смешной случай был, когда я был вообще маленький. Это мне потом рассказали родители. Когда я еще был грудной, ну, пеленали, между прочим. Пеленание – это правильный подход для того, чтобы правильно осанку сохранить ребенку. Но это особая тема разговора. И отец приехал с работы. Зимой это было, так сказать. И он уставший, был разморенный. Мама побежала в туалет, потому что там, где мы живем, туалет был на улице. И дала ему понять, чем меня. Но он сел, и пока там пять-десять минут ее не было, он его в тепле разморил, и он меня выронил. Я упал и завис в воздухе. Когда он очнулся, увидел, что его схватил, и только через несколько лет смог набраться храбрости сказать об этом маме. Забавно, да? А он видел, да? Ну, конечно. Я должен быть трупом. То есть, при малейшем упал голову вниз. Ребенка шея такая, даже отпустить ее, может шею сломаться, если не держать. Знабражденного. Вот. И так далее. То есть, ситуация была на грани жизни и смерти. Тоже и с болезнью было очень много. Ситуация, когда я должен погибнуть. Я не погибал. Ну, примером могу сказать. Забавное ощущение было. Ну, это 12 лет было. Когда я летом получил сильнейшую простуду. К вечеру все это не так. Потом температура 41. Ну, температура 40. Я уходил в занятия, когда у меня было. То есть, для меня температура 40. Это рабочая, тяжелая работа в физической лаборатории. И позже. Ну, ребенка, конечно, никак не работала. Но была ситуация, когда вот температура пошла и там сначала 40, 40 с половиной, 395, 40, 40 с половиной. В последний раз, когда температура была замерена, была температура где-то 40 с половиной. То есть, 41 в уровне 41. И вот с такой температурой я пошел, отправился спать. То есть, я и так лежал, но выключил свет и так далее. При температуре 40 с половиной, 41, я чувствую себя более-менее нормально. И через некоторое время потом пошла температура повышаться. Ну, я уже знал, понимал так, ну, знал, что 42 температура цельсия, кровь сворачивается. Я думал, так интересно. Еще полградуса, кровь свернется. Я размышлял это совершенно спокойно, как будто, знаете, это не обо мне, а кому-то посторонним. И действительно температура была, вот я впервые в своей жизни и потом никогда не испытывал. Во-первых, дыхание было очень частое такое, потому что иссушало все. И я впервые почувствовал, когда вот, знаете, как горячая, как кипяток крови входит в сердце, сердце сжимается, и вот по жилам кипяток шпарит. Вот такого ощущения после этого не было. Может потому, что он привык, первый раз попал. И вот утром проснулся 36,6. То есть, я думаю, что на период было 42, около 42, может даже чуть выше, потому что я не слышал никогда описания, что кто-то описывал такое состояние. Но выше 42 же не может быть. Бывает. Бывает. Бывает, да. Бывает. И много других факторов. Просто если председатель скажет, что это через много времени делает. Вот расскажите, тут же очень интересно, как вы себе это объясняли? Никак не объяснял. Почему вы зависли над землей? Это мне отец рассказал потом, когда уже был взрослый. Да, я понимаю, но сейчас как вы себе это объясняли? Ну, сейчас я объясняю, что включился определенный защитный механизм. Я, допустим, сейчас зависнуть не могу. И не потому, что не понимаю, как видно, или утратил, или что-то такое, или можно уже точно грохнуться откуда-то высоко. Ну, знаете, я проверять не собираюсь, чтобы прыгать 100 метров высоты, чтобы зависну я над предпрыгиванием, или не повисну. Как-то не вижу смысла такого делать. Вот. Просто, понимаете, много у меня случалось. То есть, многие вещи... Мне хотелось... Желание было, допустим, хотел хорошую погоду. Погода была хорошая, когда я хотел ее. Ну, подождите. Вот сейчас до погоды дойдем. Все-таки, ну, правда, это же страшно интересно. У всех мгновенно возникает вопрос. Как же вы зависли? Ведь это противоречит законам физики. Законам физики много чего противоречит. Понимаете, так сказать, это... Если я объясню, я прекрасно понимаю, что произошло. Но, если я объясню, вам нужно дать огромный объем знаний, которые в современном физике нет. Ну, как в общих чертах? В общих чертах. То есть, закона притяжения нет, да? Дело в том, что... Почему? Закон притяжения есть. Только уже, наверное, знаете, что есть разработки антигрупционные и в нашей стране есть. То есть, если правильно понимать... Даже некоторые натыкаются метром тыков слепую и получают весьма хорошие результаты технологии. То есть, в Советском Союзе ее разрабатывают. То есть, в России сейчас... Очень много уникальных технологий. И я надеюсь, что в ближайшее время они будут воплощены. И наша страна именно шагнет в будущее на тысячи вперед. А впереди всех и вся. Потому что то, что в ней готовят сейчас, только придаток сырой. Вот труба и с обслуживанием. Вот все, что нам готовят. А именно то, что создали люди нашей страны. Создавали и продолжают создавать. Уникальные технологии. Я целый ряд знаю. Пока не заявляю о них. Не говорю. Не только о своих технологиях. Я не говорю, что это вот мои. Наоборот. Я знаю очень много людей, которые действительно создали уникальнейшие вещи. Которые могут действительно помочь страну поднять не только с колен. Над землей. Над землей. Да. И над землей в прямом смысле. Просто понимаете, когда Великова сказал, что да, 90% Вселенной темной материи. Это понятие не мое, а физиков. Он тем самым признался, а не только вынужден был признаться. Но всегда говорю, давайте предположим, что вы имеете мозаику из 100 кубиков. И у вас только есть 10 кубиков. Вы можете сложить из этих кубиков правильную мозаику. До мысли 90 других. Невозможно. То есть для того, чтобы создать хотя бы предположительно, нужно иметь хотя бы не менее 70% кубиков, чтобы из них сложить и достроить 30. И то это будет предположение. Потому что оставшиеся 30, могут быть такие моменты, которые изменят всю мозаику полностью. Правильно же? А иметь 10% вообще невозможно создать картинку. То есть это не значит, что современная наука никуда не нужна. Она крыться. Но, извините, если когда-то считали, что все вокруг Земли вращается, то тоже считалась наукой. Это было догмой, которые отстали спиной рта ученые. Правильно? В то время. То есть сейчас нужно признать, что да, то, что мы накопили, мы накопили огромнейшую базу данных, которые объективны, реальны. Но объяснить и понимание этих данных мы не можем. Этого не хотят делать. Потому что, к сожалению, считают, что как же так? Академики, мы должны дать объяснение. Если мы не объяснение не даем, то получается мы не заслужим этого места. Так наука, вопрос, что ученый любой, важна истина. С моей точки зрения, отрицательные результаты тоже результаты. То есть не нужно идти сюда, то есть мы прошли, не тратьте время впустую, идите и ищите новую дорогу. Но, к сожалению, большинство так не думают. Вот, к примеру, если интересно, я написал статью «Теория Вселенной объективной реальность», где просто фактами доказал, и что самое интересное, доказательства были во время Эйнштейна, что его теория пшик, ни на чем основной и полностью практическими результатами опровергнута в то время была. Дальтон Мюллер, глава физической общества США, в то время провел колоссальный объем, 22 года проводил эксперименты, собрал 220 тысяч замеров, и эти замеры реально на более точных приборах, во много раз точнее Маккессону Молли, если помните Маккессону Молли, и не 4 дня, не 36 замеров, а 220 тысяч замеров. Разница есть? Он доказал, что все выводы его теории абсурдны. Но не только в то время, сейчас соревновка накопила опять фактов, и Хаббл-телескоп, который замерял параметры за пределом атмосферы и на Земле, показывает, что скорость света не является константой и не является максимальной скоростью движения материальных объектов. И многие другие явления, которые подтверждают, это абсурд. Соревновка так впилась зубами в эту псевдо-теорию. И самое главное, понимаете, я понимаю, что вот ученый мог ошибаться. То есть, он создал детище, но, во-первых, это он украл моменты, это все знают, Панкорре привозил Лоренц, это не его выводы. Он просто взял и воспользовал те же результаты. Ну, это вопрос второй, вот честь уже этики, так сказать, плагиата и так далее. Но, допустим, он ошибался, да? Ну, вот, Мюллер прислал ему, он сказал, когда прислал письмо сначала ему, тот написал, голубчик, пришлите мне доказательства. Он прислал ему 220 тысяч за мер со всеми данными. Честный ученый сказал, да, извините, вы правы, так? Ну, я не знаю. Нет, ну, честный ученый, тоже сказать? Ну, да, конечно. Этого не было. Ничего не ответил. И до тех пор, пока, до интернета, когда умер, после этого забыли, что он вообще был, что все эти результаты забыли. И я, когда в университете учил, вся, казалось бы, прямое отношение имеет к моей профессии, да, который учился, даже слова у меня было не забыто. Мы не знали о том, что его данные уже были опровернуты в его же время, основательно, капитальными исследованиями, подтвержденные фактами обнократно. Значит, понимаете, с моей точки зрения, если ученому доказали, что его гипотезы или теории ошибочны, честный ученый должен сказать, извините, я не прав, буду думать другое, правильно? Искать другой вариант. А после этого они только оставили все это и в том, что там Эйнштейн, но и все остальные до сих пор продолжают этот бред, навязывают школе, что это истина. Понимаете? А вот, ну, смотрите, да, то есть, поскольку нам известно больше там 5 или 10 процентов в нашем мире, то и что, вот, возвращаясь к этому вашему зависанию в раннем детском возрасте, у вас нет объяснения этому или объяснение есть, но оно сложное? Оно объяснение не сложное, просто вам нужно дать дополнительную информацию. я приходил встречаться с академиками, в частности, я не буду называть имя академика, он уже умер, но одном из крупнейших ученых, входивших в десятки мировых величин по радиофизике. И когда он спросил объяснение электрического тока, он мне дал объяснение, которое классическое в школе. Я говорю, ну, это знаю, а вот объяснишь, что вот это, что вот это, и почему вот это, вот это. Он сказал, знаете, ответ был? Одному Богу известно. Разве это недостаточно? Я понимаю, что это какой-то учитель в школе, например, это преподаватель, но это величина, мировая величина, входящая в десятки крупнейших ученых данного направления, которые занимаются вот такими вещами. Понимаете, я не говорю, что я знаю все и вся. Это не так. Но я знаю довольно-таки много и гораздо больше, чем большинство людей, потому что мне никогда не устраивал заткнись, это недавно понять, вот зубри и так далее. А мне было интересно понять, а почему вот это происходит, а как это, а как вот это, а как это. И когда я не получил ответа, я все стал копать своими способами. Но получилось так, что мне повезло, инструменты мне были свои, и удалось накопать довольно-таки интересные вещи, которые полностью подтверждаются. Потому что вот те выводы, которые и те позиции, которые изложил сегодня в других книгах, начиная после девяносто восьмого года, девяносто шестого, седьмого, восьмого и так далее, идет открытие физики, в основном практически открытие, то есть замерение того-то, открытие то-то, открыто, которое полностью подтверждает то, что там изложено. То есть не я сам подгоняю, понимаете, а люди, которые совершенно не знают о том, что по моей позиции, в моих представлениях, они получают данные, которые сто процентов ложатся в эту корзину. Понимаете? Нельзя же жить в научном мире особняком, да? Вы наверняка общаетесь с учеными. Но все больше и больше сторонников появляется. Понимаете? Ну, то есть вообще ваше представление о науке выглядит как будто бы некой альтернативой, да, традиционному подходу. Ну, в принципе, понимаете, если, опять-таки, если были представления о том, что Земля плоская, и все вращается вокруг Земли, потом появилось представление о том, что она круглая и наоборот вращается вокруг Солнца, и все Солнца в галактике и так далее, и так далее. Понимаете, наступают науки определенные моменты, когда она шагает дальше. Так вот, я считаю, что уже наступило время, и исследования, когда появились точные приборы, очень мощные точные приборы, которые полностью подтверждают, и даже признание того, что 90 процентов они не знают о материи. Ну, это все равно, что вы видите шушку айсберга, делаете выводы, как он будет вести, только и видишь, что… Ну, конечно. Вот, ну, расскажите о ваших вообще отношениях внутри научного сообщества. Вы в каких институтах научных работаете? Я давно уже, с 88 года, в никаких институтах не работаю. Почему? Во-первых, потому что никакой институт не даст заниматься тем, что ты считаешь нужным. Ну, там как-то есть же система грантов… А зачем? Вы знаете, опять-таки, кто заказывает музыку, кто платит, тот и требует. Я, слава богу, так сказать, смог самостоятельно финансировать себя, потому что мои разработки не требуют большой, кроме, когда заработал сначала… мне нужно было, допустим, даже книгу делать. Я сначала заработал на компьютерной системе, в то время они стоили очень дорого, закупил это, научился на ней работать и начал сдавать свои книги. Понимаете? А так, для моих экспериментов мне очень много нужно, потому что, если вы знаете, что к чему, понимаете, как и что, это не нужно миллиардные вложения. Ну, вот ЦЕР, например, огромные… И для чего? Для профанации. Профанации? Конечно. А что он удаст? Ну, как? Частицу бога ищет. Вы заметьте определение частицу бога. Ну, это же название просто… Да нет. Ну, хорошо. В названии заложено очень много, понимаете? И что в этом названии заложено? Ну, если говорят о частице бога, вы уже не раньше, раньше никогда ни одну частицу так не называли. Не заметите, не находите странным. Потому что… А потому что, к сожалению, ученые классического варианта… То есть, я тоже классическое образование имею. Хотя некоторые пишут, он даже среднюю школу не заканчивал. Он там дипломы покупал, да. Отучился в дневном отделении пять лет в университете. Далеко не последний был. У меня там знали очень много людей и так далее. Понимаете, вот сколько… Непопытно, насколько лжи льется. Потому что многим не устраивает то, что я говорю, то, что я делаю. А почему не устраивает? И кому? Ну, не устраивает, в первую очередь, те же самые корпорации, которые зарабатывают деньги на обманных людей. Так? Ну, например. Ну, например, даже химические корпорации. Понимаете, допустим, вот в своем имении, что есть во Франции, мы с женой начали эксперимент. Так возник случайно. И, так сказать, установил прионогенератор. И просто проходилось решать ряд задач. И в результате чего было решено именно провести не только себя, но и фотодокументировать этот процесс. И… Простите, я прослушал, что за эксперимент? Ну, с растениями. То есть, я там установил прионогенератор, который должен был решить проблемы, которые возникали. То есть, там было очень много проблем, которые возникали. Ну, это в 2003 году я установил. Потому что там была очень большая засуха. Очень много погибало растений. И нужно было их спасать. И вот с этого началось. Это какие-то климатические эксперименты над климатом? Нет, не климата. Создание климата или, наоборот, изменение… Нет, климатом не трогалось. Нет. Просто я из-за того, что понимаю, как работает, как живая материя функционирует. Ну, к примеру, что большинство растений, которые там у нас растут, должны были погибнуть вообще. То есть, по справочнику откройте. Я специально в статьях там приводил фотографии растений и справочные данные, которые не мои данные. И большинство растений… Допустим, основная почва там известняк и красная глина. То есть, железо содержащий большой. На такие почвы 90% растений, которые там вышеложены, вообще не могут жить. Они не только живут в результате действий генератора, они растут в 10-20 раз быстрее. Это только факты. Да. Плодоносит круглогодичный и субтропитиков и терроральные растения плодоносит зимой. Ну, инжир. Вы можете представить, что плодоносит в декабре, феврале, сентябре. А это факт. И не только плодоносит. Огромные плоды. Или клубника, снег раскапывать и выйти из-за клубника, которая даже не заморожена. Это возможно, да? Да. Просто возникали проблемы, когда мороз ударяли. Глобальное потепление, а в Европе сколько лет уже зимы такие, которые в России не всегда бывают. Если по 20-22 градусов мороза бывало. А вот сейчас, кстати, 5 декабря, аномалия пришла. Просто она пройдет и все будет нормально. Вот. Некоторые рукотворные, некоторые природные. То есть, не нужно путать. Если учесть то, что... И во время Пушкина были, что на Новый год крыться снега не было и цвели там какие-то цветы, потому что потепление было резко. Такие явления бывают. Но одно дело природное, а другие дело искусственного создания. Давайте вернемся вот к этому эксперименту, который вы с супругой проводили в своем имени во Франции. Да. Из которого, насколько я понимаю, на вас ополчились люди, имеющие отношение к химическим корпорациям? Ну, и это в том числе. Ну, что там произошло? В чем конфликт? Да нет. Конфликта не было. Просто для них это смерть. Понимаете? То есть, не только что высаживались растения, которые уже погибли на почве, несовместимые с ними, они не только росли, а росли в 10 раз больше. Понимаешь? Хорошо. Пример приведу вам такой. Там хвойные растения и так далее. Представьте себе. Ну, вырубают леса, к примеру, да? А сколько лесов растет? Долго. А вырубить быстро можно? А вырастет долго. Правильно? Так вот. А представьте себе, что дерево посаженное, хвойное, вырастает вместо 100 лет за 10 лет. Понимаете? А это еще не предел, то есть, это еще в процессе. Понимаете? То есть, это означает, что не нужно гробить все остальные леса. Можно взять делянки и вот просто двигаясь с одной, пока одно делается, возвращаясь, там уже выросло заново. И таким образом, не нужно уничтожать все и вся. Потребности нужны цивилизации. Правильно? Нужны. Не только урожай, допустим. Те же урожаи, если, допустим, реальные факты, особенно летом, когда самое оптимальное условие, 3-4 покорения плодов инжира одновременно на ветках. Сделано 10 статей, ступенька по ступеньку, уже несколько тысяч фотографий. Что только не писали, что это все фотомонтаж. Потом, когда поняли, что тысячи фотографий, то может, тоже не сделаешь. Говорят, а это целая фабрика иллюзий в Голливуде работ на Льошу. Знаете, а я не знал, что у них фабрика есть. Понимаете? Да. Но, когда я сказал, хорошо, давайте, вы говорите, что фотомонтаж, докажите. Потому что, я говорю, это для людей, которые не понимают, никогда не работали с изображением, они понимают, что в фотошопе можно сделать все, что угодно. Как только касается кто-то обработкой файл, если смещается накладка и увеличится пиклос, невозможно совместить 100%. Сразу, при большом увеличении, сразу видно, что разрыв. Так зачем вообще эти фотографии, если есть у вас разработка, вы готовы ее предъявить? Собирается некое научное сообщество? Вы думаете, научное сообщество так и жаждет, да? Вы знаете, когда… Вызвали, не идут. Что? Вызвали, не идут. Ну, понимаете, как сказать, уже вынуждены считаться с многими вещами. И именно потому, что проводилось, дальше проводилось, и, кажется, сдавили данными, понимаете? То есть, если начало, так сказать, вот, это все невозможно, и так далее, и так далее, все это бред с его кобыл. А на самом деле, оказалось, что факты идут так. То есть, понимаете, фотографии – это доказательства. Их опровергнуть невозможно. То есть, это единственное, что они фальшивки. А они не фальшивки. Я все же не понимаю, зачем фотографии, если можно, правда, позволить каких-то видных современных художников показать? Вы, наверное, очень наинный человек. Наверное. Вы знаете, я знаю, что когда я мою книгу «Недовоселенную» нашу академию наука изучала, всем дали академикам нашим искать ознакомиться, найти ошибки, противоречить, что так далее. Нашли? Я пока не называть предприятия, не буду, где урожай увеличился в 32 раза. Это уже в России применяется? Да, уже не один год. Почему? Мы не знаем правильно. А потому что средства информации включили и ваши. Замолчат. Потому что на интернете в моем сайте все многое изложено. Понимаете? То есть, у вас можно найти это место? Конечно. Можно туда поехать и снять, да? Ну, насчет снятия, я не думаю, что… Потому что вы не замолчали, мы с удовольствием. Я должен поговорить с ними, потому что я не хочу создавать ажиотаж вокруг. Но там не только урожайность 32, лучше, выше, чем в самых лучших производствах данного типа. Но и получается это такое, что никогда не было возможно получить. Что там происходит? Кроме того, что там в 32 раза… Ну, к примеру, там используется вода, обычно водопроводная. Так вот, тот генератор, который стоит, вот по трубе под давлением дается вода, пока она бежит, привлекает его в зону действия, химический состав этой водорезка меняется. Исчезает железо, исчезают те, что не нужно, вредные. И появляются те вещества, которых там не было. Которые нужны для того, чтобы… Вы добавляете специальные впрыски? Какое? Генератор создает, расщепляет одно. В трубе ничего нет. Ничего не впрыскает, химии там никакого нет. Вы говорите, пока по трубе движется, меняется. Правильно. Но это не значит, что это впрыскивается что-то. А как? А это вопрос второй. Это… Секретная технология. Ну, эта технология не секретная, но опять-таки, что объяснить ее нужно очень долгое время. Это реально, и уже работа несколько лет… Ваши разработки? Мои разработки, да. Я говорю, вот эти разработки, которые же действуют реально. И многие другие действовали. И тогда просто перечисление займет очень долго времени. А что в результате? Что там в этом месте производят? Картошку? Нет, не картошку. Хотя и картошку можно производить. Что там делать? Ну, получают определенные… Пока давайте не будем говорить, потому что я должен согласоваться с теми, кто там работает, чтобы их согласны, чтобы я отдаю информацию публичную, или нет. Если, кажется, мы готовы к этому. Хотя бы в общих чертах, раз такая интрига, то какие-то… Вы знаете, пока… Овощи или животные? Нет, и не животные. Хотя, к примеру, вот то, что проводились эксперименты, так… Вот у нас тоже есть водоем там, и были выпущены рыбы, которые там живут. Так вот, рыбы растут в 5-10 раз быстрее. Они, допустим, ну, например, кои, слышать такие рыбы, да? Очень щепетильные, придирчивые рыбы. То есть, такие условия воды и так далее. Они выживают и при морозе, и так далее, без каких специальных условий. Такие условия, когда они 100% погибнут. И обычно они мечут икру раз в год в мае. Так вот там, в течение одного сезона, пока они не спать, не ложатся. Говорят, они тоже засыпают рыбы, знаете. 5-6 пометов делают. И одновременно можно увидеть уже первый помет, который вырастет таких размеров, которые невозможны. И молодой помет, который только еще недавно вылупился. То есть, 5-6 раз помет, икры, капризная рыба делают. Ужасных условий. То есть, можно и в живот так быстрее выращивать. И в живот, и без всяких химии, без всяких гормонов. Просто для этого нужно понимать природу живого организма. И это не будет никак ограждаться. Гормонами, например, это значит, что творят. Генномодифицированные продукты, знаете, тоже нужно объяснять, что творят. Здесь же абсолютно основаны на понимании природы живого жизни, живого существа. Ну а что, вот важный вопрос для последних 5-10 лет. Генномодифицированные продукты, они все-таки опасны или нет? Не только опасны, а не смертельно опасны. Это оружие. Генетическое оружие. Это, опять-таки, не мои слова. Генетическое оружие? Да. Которое может даже избирательно влиять на приемный тип генетики. А кто влияет? Тот, кто создает. Тот, кто создает. Ну что, создает там генетику? Нет, казалось бы, да. Так вот, опять-таки, исследования не мои. Но они по всему миру проводились. Об этом замалчиваются. Но, допустим, уже факт известен то, что не только третье поколение, а второе поколение употребляющих генетическими продуктами становятся стерильными. Второе поколение. Раньше было третье. В научном мире как-то принято считать, что… Нет, в научном мире как раз ученые доказательства есть неопровержимые. Просто корпорации, которые производят это, затыкают вот таким людям. И средства маскурации не упускают. Потому что, извините, ну, будем честны, правильно? Приходят в тех компаний, компании говорят, нам нужно рекламировать нашу продукцию, правильно? Платят деньги. На этом зарабатывают деньги, правильно же? Ну, честно, честно. А они дают свою рекламу своих товаров. И что они будут говорить, что, знаете, вы не покупаете наши товары, потому что, если вы будете их потреблять, то у вас ваши дети будут стерильные, и у вас ни внуков, никого не будет. Скажите мне такое, скажите. Ну, конечно, нет. Вот и вот ответ. Нет. И самое интересное… Просто там есть какой-то специальный заговор наука куда в человечестве? Ну, думаю, и то, и другое, но больше всего тех людей, кроме знака доллара в глазах, у них ничего нет. То есть, все-таки деньги. Да. Для них, думаю, в первую очередь очень деньги, плюс они таким образом пытаются управлять, как говорится, популяцией земли. Но почему-то это очень направлено на Европу и на Россию. Вы знаете, я не думаю, что это правильно, но если бы логично мне сказать мерзавцев, да, которые хотят убивать таким образом людей, да, логично мне сказать, вот Китая полтора миллиарда людей, Индия более миллиарда, Пакистан уже миллиард, да, людей, живущие в Европе и в России, в принципе, очень мало. То есть, несоизмеримо, так? И рождаемость падает. И рождаемость падает, да. Это уже результат, вот, кстати, тоже важный вопрос на поездке, что рождаемость-то падает, что в Европе, что в России, это уже результат. Конечно, конечно. Плюс молодежь сейчас, извините, что сосет пиво, да, активно. А вы знаете, что в пиво, которое покупает молодежь, лошадиные донзы женских гормонов? Ну, да, про это говорят. Ну, молчат особо. Ну, это, в принципе, известно, не слышали? Ну, я, по крайней мере, в средствах массовой информации особо. Ну, просто специально про это не говорят. Может быть, кто захочет, тот найдет. Это не секретная информация. Не секретная, но. А много людей умеют обращаться, искать информацию. Скажите. Мало. И к тому же, а молодежь тем более. Если молодежь скажет, что, Голубчик, вот, ты попьешь это пиво 2-3 годика, и через несколько лет ты уже будешь уже не мужик, а оно. Нормальный парень пил бы такое пиво? Нет. Нет. А почему вы не скажете об этом? Вот вы средства массовой информации. Ведь это… Я же говорил, как положено. Нет. Да. Ну, я говорю не конкретно о вас лично, понимаете. Я говорю о средствах массовой информации. Это должно быть трубить. Молодежь, которые сейчас, это будущее поколение, которые, если они станут стерильными, то кто будет… А это тоже к стерильности приводит, да? Конечно. Два года пива и… Несколько лет, да. Да. А девушкам что предлагают? Что? Противозначенные средства, да? А знаете, в чем он считает? Эстроген повышается. Да. Это мужские гормоны. И в большинстве случаев, если девушка принимает, особенно, как сейчас навязывается, 10-летнего образа уже начинает принимать их, 10-12 лет, что маразм полнейший, то она даже не может созреть как женщина нормальная. То есть, у нее яичники не формируются, как женщины. А если яичники не формируются, она будет стерильна. То есть, 5-10 лет и уже не два пола, а один какой-то Да. А вы посмотрите, мужественности много видно у нашей молодежи? Довольно мало. Вам не нужно это доказывать, правильно? Идет. Это что? Не война? Война. Корпорация, которая пройдет, прекрасно знает об этом. Вы думаете, что? Как оказались гормоны женские в пиве? Они не должны быть там. Пиво, результат брожения. То есть, это специально так получилось? Конечно. А какая цель? А вот такая цель – вымирание. Именно вот на территории России? Понимаете, нас не смогли победить оружие в открытом бою. Все воины, которые верили против России, русского народа и других коренных народов, которые мы всегда вместе воевали, защищая свою родину и кровью поливали, не смогли победить в открытом бою. Бывали временные успехи, но потом собирались с духом и всех сносили к чертям собачьим. Америка? И Америка в том числе. То есть, мы неудобны. Понимаете? Мы непокорны. Мы всегда не принимаем… Вот то, что на Западе зомби сделали уже, и люди в рабов превратились полностью. Во всем мире. Ну, к примеру, данные в Штатах – 90% людей живут в долг. 70% никогда с этим долгом не рассчитаются. Значит, 70% рабов. Правильно? Угу. Ну, наверное… Ну… Извините. А то, что вы носите ошейник на шее или не носите ошейник на шее, многое меняется. Если человек для того, чтобы сохранить работу, будет делать все, что угодно, потому что с этой работы ему он все теряет, понимаете, да, то такие люди навряд ли будут возрабатывать чего-то. Ага. Потому что они будут… Ипотека, кредит… Да. И нам тоже навязывают сейчас. Уже начинают похватываться насчет ипотеки, слышали, уже начинают. И средства массового, слава богу, тоже начали говорить. Ипотека – это крышка. Кредит можно брать тогда, когда человек может своим трудом заработать гораздо больше и отдать с процентами, у него еще останется. А когда человек зарабатывает, чтобы еле-еле заплатить и полуголодным состоянием существовать, ипотеку брать нельзя. Это смертельно. Вот людям не объясняют. Не объясняют, что там маленькие буквы какие-то, нужно понимать, что там написано. Божество безграмотное. Да. Но все-таки вот то, о чем мы говорим, вещи довольно серьезные. Хотелось бы какого-то понимания, да? Это война Америки против России… Не только. Есть мировое правительство. Корпорации просто… А Америка давно уже повержена. Она захватит корпорации. Корпорации. Корпорации из захваченной Америки… Ну, естественно. С 13-го года США уже не существует как страна. Знаете, почему? Почему? А потому, что в 1913 году, если не ошибаюсь, президент Вильсон передал эмиссию доллара Федеральному Резервному банку, который частный банк, который принадлежит Ротшильд, Рокфеллер, Морган и еще несколько человек. И с тех пор частные лица печатают государственные знаки США. Это забавно? И весь мир, значит, они захватили? Естественно. А, извините, не нужно говорить, что, как говорится, в доллар сейчас пока контролируют все. То есть, они печатают. И тот факт, что США находится в принципе паразит, как и государство, элементарный. И опять-таки, это не то, что я так ненавижу США, просто как мне пытаются изобразить. А очень просто статистический факт. Когда в СМС говорят часть информации, то есть говорят, что США производят 20% мирового продукта. Вот одна страна, а пятую часть всего мирового продукта производит. Супер, да? Супер, да? Супер держава. Но забывается сказать следующее, что та же самая страна, которая производит 20%, в среднем потребляет 45-50% этого мирового продукта. А по некоторым видам до 90-90%. Помните, в экономике, не знаю, вы изучали, в школе, потом в университете, понятие простой воспроизводства и расширенного воспроизводства, да? Простой воспроизводство, когда производство столько, сколько потребляется. Расширенный, когда производство больше, чем потребляется. Есть что продать, правильно? А тут получается отрицательное производство. То есть, страна потребляет в два-три раза больше, чем сама производит. Есть факты, что за Второй мировой войну стоят именно финансовые мафии США. Они финансируют эти доказательства. в истории все я могу привести исследование свои вот он исследование софабриковал сатан слышит антони сатан американский экономист у меня есть книга в следующий раз если будет когда произойдет запись я возьму книжки чтобы показать есть уолл-стрит и андрей валушин раша уолл-стрит что природе уолл-стрит это биржа нью-йоркская биржа и большевистской революции россии нью-йоркская биржа и режим гитлера где фактами доказано сколько было переведено на избирательную компанию гитлера ими на финансирование создание военной машины гитлеру в россии тоже чтобы разрушить все потому что они боялись прекрасно понимали что на семнадцатый год россия развивалась колоссально и то что просто и угробили и пятая колонна гробила и масоны черные стараюсь в этом плане тоже россия должна была выиграть первую мировую хотя развязали тоже не мы понимаете да 16 году должна была закончить победа россии русского оружия кто саботаж внутренний не знаете об этом ну кратко скажу следующий открай начали копать интересные факты во первых ну если все копать это будет очень долго рассказывать так что накопал был подготовлен летнее наступление шестнадцатого года вы все слышали брусиловский правилами да которым должен был участв три фронта юго-западный западный и север а командующим не казалось был брусилов с карта западного и курочкин был северных вот если не ошибаюсь память был разобрал программа и было последнее откатка программы на спать операции тогда и так далее юго-западному фронту представлялась отвлекающий маневр основной удар был должен нанести западный и потом подносить северный фронт на заседание ставки присутствовал император и эрнст и курочкин выступали против наступательной операции они были масонами черными секундочку самое главное следующее концентрация сил был максимально на западном и северном преимущество у людских техники тоску того времени техника было там на юго-западном фронте было минимально что-то сделать курица брусилов чтобы собрать так сказать необходимую ударную силу экономил на стране то есть выпускала одни соревнования пушки в неделю чтобы накопить по это наступление и он начал наступление ни западный не сильно фронт не двинулись они не выполнили приказ ставки главнокомандующий армии фронтами что-то предательство правильно извините брусиловской прорыв разгром австро-венгрии полностью она уже просто это не поднялась два миллиона убитых захватим плен противников если бы даже они только пошли вперед они бы завершили операцию понимаете да разгромным был все это вот заговор до закона и что самое интересное то же самое генерал эрнст подписывал телеграмму отречения николая второго так забавное следующее то же самое генерал курочкин который после провала там назначили красоту констанции военного округа командующим когда большевики пришли пришли к власти вместе с какановичем вез золото в москву и потом он же спокойно при советской власти и ему даже курица блядь те кого имя назвали так далее странное совпадение да и то же самое курочкин подписал позорный мирный договор с японией когда япония была разгромлена не курсе это а вот объясню когда был убит командующий до восточной армии действительно патриот россии туда был назначен курочки и гравитой ну да установку соответствии который тоже был не другом россии в любом случае он был связан родственными связями якобы шифа который финансировал японцам выдавим 200 миллионов долларов то время на военную операцию против россии так вот к моменту заключения позорного договора с японии была ситуация российские вас уже подвезли надо ли вас достаточно увеличить количество пушек пулеметов то есть несколько раз а теперь с японской стороны чтобы среди приятных японцев попадались то дети и старики что это означает что людские ресурсы японии были исчерпаны правильный и в этот момент когда армия могла пойти и снести к чертям собачьим японскую армию в это время заставляет витте никола второго которого прекрасный человек при прекрасный человек был но не был ни политиком не понимал вещей то есть не на месте оказался заставляет подписать позорный договор и еще один момент когда предательство американцев которым царская правительство помогала во время гражданской войны между севером и югом многие суда строились сан-франциск к реформе зак войны заказ наши поставили задачу что было допустим такая скорость кораблей боевых американцы добились из-за того что принимали чиновники они военные моряки скорости которые поставил задачу добились то что снять перегородки понимаете что значит и уменьшили толщину брони если за легче все стало и по скорость получили это первая проблема второе и министерство морского флота да если она не так правильно золо не помню точек установка якобы англичане порекомендовали когда наша эскадра проходила южный патрица вокруг экватор и вокруг юга африка мы с добра надежды посоветовали чтобы намочили порох плохо но мучили чтобы якобы не было самого за грани пороха это бред сего кобыла и моряки прекрасным дали установку чиновники опять-таки чиновник который извините как пример наш мебельщик понимает военном деле понимаете да сегодня секундочку не закончим так вот когда началась у симская битва японцы сказали что если взорвались все снаряды выпущены были нашими кораблями японская эскадра был уничтожен полу первых полчаса битвы это факт вот вы все стараетесь пока не говорить как бы выдавать интригу этом политическую платформу расскажите все таки но одно могу сказать сразу моя задача демократов кодорковский должен сидеть кодорковский не только дурасе носу о вор и убийцам то прекрасно понимаете ну что он должен сидеть гораздо забор чем он там сидит пусть не выходит да а извините если человек даже простой вопрос даже изначально куп капитал для выкупа по оставшись себестоимости тех предприятий которые выкупил откуда взял законы которые у стране существуют они к сожалению построен так то вора кажется коррупции нужно говорить да что существует оказывает имущество не конфискуются если даже увлечили понимаете чтобы это что закон моя задача для того чтобы именно коренные народа россии на кинстали с колен чтобы у него достойная жизнь чтобы они могли гордиться своей страной жить счастлив в этой стране и так сказать и иметь достойную жизнь но вот коррупция как с коррупцией бороться да очень просто можно изменить вы найдете хоть одного чиновника который не корруптировал скажите типа то что все секунду на это понятно как бороться как бороться а вот начать начинать конфисковать имущество и отправлять места не столь далекие куда они заслуживают тоже то всех пересадут ну и прекрасно а что лучше когда они продолжают воровать и кто будет власти а что лучше власти есть есть честные люди и есть я думаю много еще есть и вот именно если действительно люди которые болеют о своей стране если они действительно будут действовать то они смогут оставить этого воровство и вывоз капитал из страны который производит огромнейших масштабах вы это знаете тоже вот и это таких сил я думаю здоровых россии полным-полно и откуда например брать из регионов и почему везде есть но в регионах честных людей к сожалению больше муску это вам тоже не секрет потому что люди там не столько испорчены не извращены к сожалению москва она долго формировалась как крыться специальное место не отбирали специальные люди понимаете кто были в общем понятно с коррупцией надо бороться как пока не очень понятно но но всех пересажать кто ворует из региона взять простых честных ну понимаете вы немножко утрируйте так ну естественно это в небольшом относительно сюжете подробно вашу программу высказать не сможем естественно важно в общих чертах и методы и методы и способ все есть только когда те кто должны коррупционеров сажать сами коррупционеры мне нужно говорить о прокурору который сейчас в бегах находится да то извините если прокуроры берут взятки им отстегивают все нелегальные легальный бизнес начинать нужно с головы гниющий понимаете потому что скажите из существующих партий политических вам по идеологической части кто ближе никто у вас альтернативно понимаете вообще-то считаю что партии только вред приносит знаете почему то есть объясню почему партии это сценарий который разработает называемые социальные паразиты чтобы обманывать людей все практически все во первых что они делают они разделяют одно единое общество на группировки и получают что вот власть группировка захватила партия сейчас 1 по 2 делят потому что каждому дают кусок пирога свой и получив свой пирог они спокойно сидят вы что думаете другие партии кусок пирога не имеют своего только меньше вот и все такое не должно быть демократия должна быть демократия должно не в том вороте когда существует нашим народу было демократ истины когда сустав много уровней системы избирания когда люди по месту жительства выбирали человек который мне доверяют и которому прийти и взять зашкирку и востребовать ответа нужно только не так честно честно то что если видите вот например вы живете в доме пример да ну квартира вас есть вот значит у вас допустим люди живущие в данном доме выбирают человека который должен урожать интересы вашего дома правильно вы его доверяете если что мухлюет вы его придете зашкик возьмете и прижмете лупчик да также те кто убирает дома то есть домами допустим район собирается уже руководители которые справились с домом разве можно человек который не может управлять домом выдвигать работать над районе нельзя разве может человек не знающий дважды 24 в районе масштаба убирать на город нельзя потому что понимаете вот здесь вот проявляется идет фильтрация людей которые действительно в состоянии справиться с работой и ответственностью которой это должность на них накладывать идет прямая связь выбирать те люди которые понимают что не делают а что эти бабушки которые дают буку хлеба идут на голосование это значит они понимают что голосуют за буку хлеба голосуют голоса за буку хлеба это вы считаете хороший голос да а такое есть знаете да так вот хорошо я спрашиваю хорошо бабушка и свины сегодня дали буку хлеба это конечно замечательно сегодня есть что пожрать извините за грубо да а завтра что-нибудь есть неизвестно в том-то и дело а у вас есть решение есть решение так вот нет такого нужно сделать так чтобы бабушка не было счастлива булки хлеба как мана небесная как подарка господу богу а то что бабушка могла жить достойно чтобы она имела достойную пенсию и чтобы она могла нормально платить свои коммунальные лад и после этого не что-то оставаться пенсии потому что пенсии большинство случае не хватает даже на половину оплаты коммунальных услуг если бы не помощь близких они всем близко к за помощи вы знаете то то старикам оказывается одно место примерно бы на кладбище а вот а вот триллиона если быть и кроме восемь долларов увозятся так триллиона выводятся так эти триллионы выводятся на западе работа на запад на россию не работают согласен с этим согласно если бы эти триллионы долларов оставались в россии и на них бы строить предприятие внедряясь новейшие технологии которые на западе не снились это создавало бы много чего плюс пенсионный фонд понятно разворовали вам это не секрет правильно если пенсионный фонд бы не разворован был если бы человеку действительно богатство национально должны принадлежать страны государству они группы мафиози которые владеют согласно с этим я мало что об этом ну нет вы сказали согласно это что принадлежит им кто они такие это богатство страны а кто не какие назовите кто мафиози олигархи наши не мафиози извините а что разве нет а вы докажите обратно нету они владеют они владеют миллиардами долларов владеют нефтью газом и так далее так далее естественно как распределять каждому человеку по его то что создает не украл вот человек вложил пропорционально его он и должен получать должно быть определенным минимум который государство должно помогать людям но не просто паразитам которые не хотят ничего делать от действительно человек работает но он не может создать но оптимальные условия не не лучшие а приемные условия такому человек который работает но не может достать помогать получить образование квалификацию поддержать им чтобы он мог подняться на ноги и создать для себя достану же бизнесом кошмарить почему кошмарить а что нельзя а просто нужно ввести нормальные налоги например налоги не должно быть не больше 15 процентов с прибыли или даже другой вариант вообще отменить налоги а ввести кольца с купли-продажи в те же самые 5 процентов человек заработал деньги вот покупать что-то вот в момент покупки продажи он платит 15 процентов не нужно эти примеры вам скажу чтобы забавные факты данных по россии нет в сша для того чтобы выбить скрываемого налогов 1 миллиард долларов налоговая служба сша платит тратить 4 миллиарда 1 выпивает платит 4 сотни тысяч людей работают на это дело огромное помещение время и так далее головной боль сколько люди должны сети отчет составлять все это складывать хранить и так далее а зачем это нужно если можно если навести нормальный налог который действительно реальный не с оборота полного то абсурд полностью а с прибыли то что у нас в россии с оборотом налог платится естественно ну извините вы оборот вас миллиарды ну конечно а вы потратили из этого миллиарда 900 миллионов чтобы заработать 100 миллионов от 100 миллионов примером вы должны были не с миллиарда который у вас нет уже согласитесь образование это образование должно быть бесплатным свой точки зрения все потому что сейчас творится и качественное образование и опять-таки знаете триллионов которые и не только 3 если бы понимаете россия богатейшая страна мира да нет вот понимать сейчас вы не владеете всей информации к сожалению так потому что американский доллар держит за счет россии между прочим а вот так во первых расчет за нефть за что на супер за доллара если привести не только и газ то же само рухнет долг мгновенно и как говорится то что чубайс выкинул страной 800 триллионов долларов богатства наши были оценины и под эти деньги и под эти ресурсы нашей страны печатают деньги сша неплохо не в россии в сша так зачем а что у нас понимаете до масса денежных до сайт должно соответствовать ресурсу у нас ресурсы колоссально если мы будем соответствовать держать вас стране на чем больше не заработать вы так думать если извините это вбивать голову так если откроется акт активы россия цены 800 триллионов долларов недостаточно ради чтобы прикиньте извините сша просто секундочку 800 триллионов активы россии оценены сша какой официальный долг государственный 20 триллионов так это конечно еще не официальный долг но это вопрос второй сша при производстве 20 размеров продукта не может заплатить даже процент из этого государственного долга а здесь 800 триллионов а чего договорить деньги печатаются под что-то у нас ресурсы активы россии 800 триллионов вот в принципе россия имеет право напечатать держу массу на 100 триллионов долларов этому спросить уже не меня вот когда я буду отвечать я отвечу хорошо но то есть значит есть есть естественно естественно ну делать понимаете я не хочу много вещей сейчас показывать заявлять но для того чтобы это не так просто конечно какой-то двух словах но действительно что если создать альтернативную валюту как рубль он единственная валюта в мире обеспечен это российский рубль об этом молчат рубль должен стать мировой валюты естественно потому что блокируют тоже не выгодно всем тем то что они тогда в полуправлете оказывается просто многих вещей которые тоже план есть есть люди которые финансах соображает гораздо больше чем я тоже не совсем дурак кудрина возьмете своего кудрина я его не только не в свой лагерь не возьму его нельзя пушки быстро пропускать финансов то что то что угробилась конечно он только пешка понимаете да ну понимаете человек чубайс кудрин принцип преступник свою точку зрения теперь то уже будет как опальный а какая разница а то что извините разве преступлениями значение силон на должности на должность но а где будет стал талантливых экономистов есть достаточно поверьте у вас есть у меня есть такие люди будут пока говорить которые соратники которые и нет нет ни на словах а на деле является финансистами у вас кстати интересно заговорили у вас кабинет министров нет нет предположим нет есть а пока люди которых вы ставите понимаете есть короче поговорка не нужно говорит о том что пока еще не нужно вот когда придет время тогда будем в этом говорить естественно ну найдутся люди которые не просто кричат коннектор эти уже стоят этом параллельные правительства тренде правительстве уже поделили кольца чемоданы портфели они сами не знают в экономике даже 24 не говорят нет то что человек должен быть не только профессионал в этом деле но еще иметь ответственность нести за каждое дело должен отвечать и не так что окип проводил одно делом эти поставил отсюда привели сюда такой не будет смотрите может быть чтобы не идти вот там по порядку может быть у вас есть какой-то чем страна под вашим руководительством изменилась бы чтобы вы поменяли может быть все институт полиции там изменили какие преобразованы узнаете а того что поменяли вывеску от милиции полиции суть не изменилась правильно а нужно делать так чтобы люди там работающие которые еще есть были 10 честными и весны боролись с преступностью почему-то люди многие вращаются курица паразитов денег мало денег ведь сюда будет полка не будет понимать а потому что молодежь особенно убивает и делать безнравственным у них у них нет ни прошлого не будущее и воспитание и молодежь не видит смысла ничего они живут сегодня вот все себе загреб под себя что вот достали лапы вот это загребу пока люди не поймут пока люди будут не сильно не понимать это не проект в один день естественно пока люди не поймут что пока не начнут гордиться кто они пока они начнут гордиться своей страной пока люди не поймут для чего они вообще существует и живут на этом мире невозможно будет сделать нормальных людей из воров ему стимул не было смысл но когда люди и это не теория допустим просто могу сказать сейчас я получаю очень много отзывов на свои книги и молодежь пишет от 16 до 30 и старшие люди пишут то вот они поняли смысл жизни они стали гордиться собой свою страну они прекратили делать то-то-то и уже никогда не будет много тысячи пишут и молодежь это такой уже ваш ну будущем конечно и таких листов больше больше то что при полном саботажем допустим через официальные средства книжный магазин и так далее и так далее вошло уже скачет у бесплатно как раз-то с моего сайта два с половиной миллиона книг вас половина миллиона до а почему магазин то отказывается а потому что не выгодные почему не выгодные да им они готовы деньги отдать чтобы них не было а потому что эту философию который навязывать через магазин разврат развращение духа тела тоже американцы ну а про знаете и американцы в том числе приклад очень а извините какую культуру навязывать что нашу природу на старушек дуга культура был а много увидите классики много читающие молодежи много увидеть извините фильмами забита вот когда я смотрю на фильмы которые наши делать иногда классные фильмы и радуется то что всяких кто-то делать фильмы патриотические где человека смотрящий фильм возникает чувство гордости достоинства атаку раз забита фильмы все какими американскими где все воцветающие американцы что все там прекрасно все это где говорят что америка это рай небесная а все остальное это а зачем понимаете когда люди ваши книжки почему я не думаю что мои книжки должны быть но это только два с половиной миллиона скачанных книг с сайта а то чтобы эти книги правильно распечатывают раздают делать на дисках сами такие десятки то есть это я думаю что не не два с половиной миллиона а не менее меньше шести семян может и больше книг не из половина это только то что скачивают а потом еще переписывают от руки но переписывать сейчас уже переписывать руки сейчас не нужно сейчас есть принтер это дом относительно дешевые люди или просто на диск бросают и передают дисками и или просто здесь на распечатает раздает уже распечатки такие кто вот ваши читатели кстати ну не провинциальные настоящие что это за люди знаете ну по среднему категория у них образование достаток там что от людей в том числе и богатых до беднейших людей живущих в деревнях плодозаключенных которые даже колонии читают мои книги и это влияет на них и они начинают больше что мы будем мы будем жить по-другому это реально это не я не придумал то есть понимаете когда человека нет смысла жизни то ради чего он живет и почему живет то тогда для человека очень легко его заставить делать то что никогда бы не сделал если бы у него то смысл жизни был когда человек обретает смысл жизни он понимает зачем кто он для чего он живет то тогда человек обретает самого себя, он становится настоящим человеком, и многие действительно, просто множество приводит фактов, которые говорят, что люди меняются, и даже просто после прочтения книг прекращают пить, курить, очень многие молодые люди это прекращают дело, потому что они понимают, что к чему, они понимают, во что их превратить, скотину превратить хотят, а человек, который понял, кто он есть, он не хочет быть скотиной, бараном, который гонит на бойню, поэтому здесь разговор очень длительный, к сожалению, вы понимаете, это философская тематика, которую действительно в двух словах не скажешь, потому что уже подняли колоссальгу. Как раз поэтому у меня и возник следующий вопрос. Скажите, вот вас от всех несуществующих потенциальных кандидатов в президенты отличает некие способности, которые кажутся обычным людям сверхчеловеческими. Я думаю, что даже Владимир Владимирович Путин не может похвастаться тем, что он висел в месте на земле. Ну, понимаете, фотографий этого у меня нет, понимаете, да? Да. Ну, к сожалению. Отец, к сожалению, фотоаппарата в отце не было, он не думал об этом. Ну, шрам есть, можете показать. Да, шрам это реальный, шрам не только. Конечно, эти ваши способности не должны замолчиваться, мне кажется, и на выборах вряд ли вы о них не упомяете. Ну, вы знаете, уже упомянули, даже не спрашивая меня в кавычках, вот, в субботу, в воскресенье прошедшая Марьяна Максимовская, да? Максимовская. Выдала материал, только почему-то она не обо мне материал делала, а Кашпировскую, я не понимаю. Причем есть Кашпировский и я? А Кашпировский сильнее вас? Причем есть сильнее? Извините. Ну, в чем там интрига, я просто не смотрел. Нет, она просто показала, что вот, кого вы хотите президенты, показала, как он там, на стадионах, люди траву жрали, извините за выражение, и так далее, и так далее. Вот вы такого же хотите себе президенты. Я не понимаю, почему параллель, потому что не очень общего... А вы же, вы же гипнолог? Я не гипнолог, я владею гипнозом, для этого нужно. Но, так сказать, это, считаю, это ненужным. Как раз объяснил, что гипноз, я показал, что вот, можно владеть, показал, демонстрировал возможности. Но, я считаю, что гипноз вреден и опасен для людей. Потому что он делает человека зомби. С какими бы хорошими намерениями это ни делось, то есть, чтобы человек закодировать, чтобы он не курил и не пил, да? Как бы, замечательная задача, да? Человек ведется к общему, но он же превращается уже в живой труп. Он вообще не способен ни на что сотворить. Вопросы... Скажите, да, тогда, понятно, гипноз вреден. Вы простите, что я так... Да, да. Просто хочется и поскорее, и главное, вычиняется. Вот, чтобы не показывали им Кашпировского, вот скажите, в чем, значит, в чем ваши возможности заключаются? Что вы можете? Гипноз вы можете, но использовать не будете. Благородно, значит, оставите это при себе. А зачем? А что еще можете, кроме того, что на вас швы сами зашвывали? Понимаете... Правда пишут, что вы силы и мысли очищали водоемы? Было такое дело. Что еще делали? Да много чего. Пожалуйста, чтобы... Есть не только слова, а с доказательствами, фактами. Изложены статьи на моем сайте. Вот, пожалуйста, откройте, там все написано. Потому что слова... Ну, расскажу, ну, все-таки, слушайте, вы президентом хотите стать, а тут вот телевидение приехало. Когда у вас еще будет такая возможность рассказывать? Ну, почему? Электорату-то... Вы знаете, дело в том, что... Самое забавное в том, что некоторые средства массовообразия действительно правильно и точно отражают то, что говорится. Но очень часто все извращается преднамеренно. Ну, как у Марьяны Максимовской. Марьяна Максимовская, это вот на арен-севе неделя, да, по-моему? Да, да. То есть там все извращается? Ну, по крайней мере, то, что она говорила. Ничего общего. Ну, при чем здесь я и Кашпировский? Ну, извините, на моем сайте есть много материалов о встрече с читателями, о, так сказать, о моих экспериментах, документальных материалов, научными институтами и так далее, и так далее, немного лично. Но она ничего этого не взяла. Она взяла, где просто демонстрировала, когда я в свое время, где все, наверное, показывал телевизор, стаканы немножко подвигались. Это она взяла. Ты можешь продемонстрировать? Зачем? Я уже это демонстрировал неоднократно. Ну, как? Вот сейчас переборим телевизор. Я и в Советском Союзе это демонстрировал. Ну, все-таки. И бесполезно. Большой аттракцион. Нет, я фокусом не занимаюсь, понимаете? Это было необходимо, сказали. Вот докажи. Я доказал один раз. В Советском Союзе было. В 90-м году доказал. В 95-м в США доказал. Ничего не делал. Бесполезно. Какой смысл? Это доказано. Пленка. Там никаких трюков, никаких ниточек нет. Ничего нет. То есть, это реальный процесс. Но боюсь, что сейчас-то перед выборами от вас потребуют нового доказывать. Нет? Чего? А я не собираюсь доказывать. Я... То есть, вы будете демонстрировать... А я прихожу не как фокусник. Я, как она, маг и целительный. Да, я могу людей излечивать. Но сейчас нужно нам лечить страну, в принципе. А не людей отдельно. Нет, ну, посмотрите. Вот сейчас, поскольку о вашей идеологической платформе мы подробностей не знаем. А вы почему? Прочитайте книги. Там написано все. Статьи. К примеру. Вы говорите, это была Архангельская область. В 91-м году. Может, там не написано, как вы будете реформу здравоохранения проводить в книгах? А это не написано, да. Но, если вы говорите о очищении воды, так? Скажите, вот вам имеет, у вас принципиальное значение, как, допустим, вода грязная стала чистой? Ну, конечно. Имеет значение? Да. Точно? Абсолютно. Для меня, да. То есть, вы не будете пить чистую воду, только потому что вы не знаете, как надо делать. А скажите, хорошо, а вы хорошо знаете, как работает камера, реальность, как сигнал проходит, как записывает? Как камера работает, я всегда хотел узнать. Вот, или телевизор к работе, знаете? Нет. Ну, тоже, да. И большинство людей, а я, например, знаю хорошо, потому что по моей профессии я изучал это. Вопрос. Так это важно, чтобы человек знал детально. Я-то могу сказать, но это вам не даст, потому что, опять же, дать огромный объем информации, который пока отсутствует у большинства людей. А важно то, что реальный факт происходит. Понимаете, вода была грязная, например, затронули, так немножко, с иронией, да? С иронией ножичек. Нет, ну, я просто говорю, я не обижаюсь, понимаете, да? Дело в том, что в 91-м году, когда это происходило, в Архангельской области была экологическая катастрофа. То есть, загрязнение воды было в 25 тысяч раз превышало норму по биологическому загрязнителе. Но я читал вкратце историю, что вы ее очистили. Вот как это сделано? А какая разница? Если кто-то делает это с лазерным лучом, а это без лазерного. У меня есть другая технология. Технологию я пока не освещаю. Это не важно. А значит, загрязнение воды вы измеряли до... Не я замерял. Не я замерял. Замеряли те, кто замеряет до того и после. И что же они... И замеряли, что вода стала чистой. Что было, порядка, превышало 25 тысяч раз. Не в одну, не в один раз норму превышало. Кто замерял? Санкт-Петербург, местные, власти, все, которое положено. Не я замерял. Это данные напечатаны в газетах. И вот в статье, которую там, если интересно, можно найти, когда один поп писал, что, типа, придурок какой-то, говорит, что он очищает воду и так далее. И приводил, вот, знаете, а у нас сейчас вода тоже и грязная. Есть. Вот приближается к верхней норме. То есть, единицы не достигает. Понимаете? Это через, ну, это было 91-м, уже 20 лет назад было сделано. И вот он говорит, что он очистил. Вот у нас грязная вода. Так извините, если сейчас чистую воду влить тонну грязи, она постоянно грязная, если она была чистая. Если предприятие будет продолжать сбрасывать, то она будет все равно становится грязной. И даже то, через даже 20 лет, то катастрофа, которая была 20 лет назад, когда в реках была оранжевая вода, в реках и озерах, когда шел зеленый-оранжевый дождь, кислотный. Это было в 91-м году в Архангельской области. И это не мои слова. Есть публикация газетной в советских времен. Там, знаете, взятки не давали, чтобы печатать такие материалы. Понимаете? Не я печатал эти материалы. Я, ответ на эту статью, которую, так сказать, поп на меня, как-то все, обозлился, привел все эти данные. Почему-то эта статья нигде, кроме на моем сайте, больше не появлялась. А вот то, что он написал ложь полнейшую, ничем не подтвержденную, везде распространяет. Это идет пропагандистская война, которым очень выгодно. Паповская церковь. Ну и церковь тоже, в том числе. Потому что меня уже возвели в антихриста. Лжепророка называли сначала, а потом возвели в антихриста. Ну вот скажите, все-таки эти ваши способности, вы когда станете президентом России, будете использовать? Ну, а для того, чтобы, допустим, возродить страну, восстановить земли, восстановить урожай, поднять урожай, то, все, то, 50-е, естественно. Но сейчас их делать не буду. Почему? А потому что некоторые вещи уже делал. И что получалось? Допустим, когда было, кажется, в 2009 году было холодное лето, и говорили, что не урожай будет, да? Вот я применил свою технологию на территорию России. Урожай был собран лучше за последние, сколько, 15-17 лет. 110 миллионов в том, да? Хотя урожая вообще не должно быть хорошего. А вам за это? А мне не нужно было деньги за это. Я делал не ради денег. Ну, а ради чего? О том, чтобы люди не голодали. Так что вы думаете? Я думал, что, сделав такую вещь, не будет повышенной ценой на хлеб. Что вы думаете? Собрали 110 миллионов в том, лучше урожай когда-либо, а ценой на хлеб все равно повысили. Вот это, для чего это делать тогда? И вы решили, чтобы не вредить таким образом? Ну... Паразитам больше денег урожай? Нет. Делать их сильнее и богаче не собираюсь. Ну, как? Сколько же несправедливости в России разного года? Так вот, уже бороться с ним. И неурожай уже, и больных много. Вы жилищите, между прочим, да? Ну, помогают, когда есть возможности. Ну, это же конкретно, кажется, ситуация по-разному. Это же опять... То есть, есть какие-то тут пределы, границы возможные, да? Что можете, что не можете? Ну, по крайней мере, здесь не столько предел, что возможно, невозможно. Все зависит от того, если человек, к сожалению, должен умереть завтра, то это не чудо, понимаете? Это реальный процесс. И, так сказать, если он должен умереть завтра, ему уже, к сожалению, я не помогу. Но если это не в такой ситуации, то в многих случаях, когда человек обрекали на смерть, и выписываю умирать, не я выписываю умирать, понимаете, да? Я вытаскиваю людей, они здоровы совершенно. У них проходили все болезни, следы, и они возвращаются в нормальную жизнь. И таких много раз. Смертельные болезни были? И смертельные болезни были случаи тоже. Ну, рак в том числе. Рак лечится? Приходилось. Много случаев? Достаточно. А в медицинском сообществе вас привлечают как-то, отмечают в вашу услугу? Вы знаете, мне не волнует, не медицинский... А как вы уже следите за каким-то прогрессом или уже не следите? А зачем? Потому что медикам это невыгодно, понимаете? Приведу пример. В американских медицинских журналах были опубликованы результаты моих работ. То есть уникальные результаты, которые доказаны с помощью не моих тестов, а медицинских тестов, которые я не делал, даже не заказывал. А делали люди в медицинских учреждениях и в Америке, и в России, и в других странах. И что, допустим, когда вот моя ученица, доктор наук медицинских в Америке, написала статью со всеми этими данными, послала в журналы, в медицинские журналы. Редактор рассылал двум тысячам врачам, которые участвуют в этой программе, чтобы они могли найти хоть какое-либо другое объяснение тому, что произошло. Нашли? Не нашли. Потому что факты, вещь серьезная, их нельзя опровергнуть. А публиковали. То есть, таких материалов не нравится. Вы думаете, что это изменилось? Ничего не изменилось? Ничего. Потому что медицинские это не выгодно. Корпорация? Корпорация, которая делает миллиарды, триллионы долларов на таблетках, на химии и так далее. Не выгодно. Я не думаю, что в медицине все плохо. Вы становитесь президентом. Вы лекарства ищите от рака или вы сами лично должны быть силой мысли? Лекарства есть у вас от рака? Нет лекарства. И он не может быть. Почему? Объясню следующее. Давайте разберем, что медицина в упор не хочет признавать. Любая болезнь. Не нужно говорить о раке. Что такое болезнь? Попадает в организм инфекции. Существует инвенционный период. Слышали такое понятие? Что такое инвенционный период? Когда организм не распознает наличие инфекции в организме. А почему? Вы знаете почему? Потому что наши рецепторы могут только среагировать на полный концентрации токсинов, которые вырубают инфекции. Пока уровень токсинов нет такого критического уровня. У каждого человека свой. Организм даже не замечает, что идет развитие болезни. Вот как только накопилось достаточно токсинов, уровень поднялся, дошел до определенного критического. Рецепторы наши реагируют. Седал мозг. И начинается включается температурная защитная реакция. И так далее. И выработка огнетел. Но. В большинстве случаев это уже поздно. Почему? Во-первых, что такое болезнь? Вот сама инфекция в большинстве случаев не представляет собой опасность. А представляет собой опасность продукта в ее жизни, который выделяет в нас. Что это такое? Это активные химические вещества. Вот есть здоровая клетка. Вот эти вещества куда они деваются? Попадают внутрь этих клеток. Активные химические вещества что делают? Они вступают в химические реакции. Правильно? Они вступают в химические реакции клетки. Создают химическую связь в клетке, которая не должна быть. Или разрушают ту связь, которая была нужная. При этом происходит изменение морфологической изменения клетки. Согласен со мной? То есть клетка до болезни и клетка после заболевания отличаются. И вот раздоровая клетка, а больная клетка. Так вот, измененная клетка работает нормально уже никогда не будет. Какие бы лекарства не давали. А лекарства что такое? Даже химия. Когда попадают в ту же самую, вступают в химическую реакцию и то же самое делать дальше. Поэтому побочные эффекты, которые гробят другие системы и так далее. Есть же сейчас уже гены исправляют. Да? С бессмертием борются. Для того, чтобы... Извините, это факты подтверждения. Кстати, ну правда, это же важная научная тема. Конечно. Так вот, смотрите, хочу сказать... Вы как ученые что скажете? Во-первых, хочу сказать, знаете, возраст клеток в организме любого человека, в любом возрасте. Знаете, какой? Максимально 15 лет. Да. Это кости клетки. Мышце 5-7 лет. А некоторые крови меняются 90 дней, 108 дней. То есть, в любом возрасте, возраст клеток не превышает 15 лет. А почему? Да, но там же имеющие возможности обновления... Так вот, для того, чтобы понимать механизм старения, необходимо понимать, что такой живой орган есть, в первую очередь. Да. Со временем медицины этого не понимают. Это все, что говорят, что все разработки борьбы со старением... Существует 300 теорий о причинах старения, которые выхватывают какого-то маленького проявления чего-либо, но они не видят причину. Пока вы не видите целую картину, что такое живой организм, есть целый, вы можете обращать внимание на какие-то элементы, которые реально существуют, но они вторичны, третичны, десятиричны. И борясь с ними, вы никогда не решите первопричину. Есть какие-то разработки не занимаетесь? Ну, бессмертием не занимаетесь. Ну, старением, понятно. Ну, старением... Дело в том, что наш вопрос, когда человек проходит определенный курс лечения, человек молодеет на 15-20 лет. В каком возрасте? В любом? Ну, в 15-летнем он не погладеет. Ну, когда человек 60 лет с лишним, он начинает выглядеть и чувствует себя как на 40. Примерно так. На 60, на 50-60. А если повторно лечиться? Ну, я, вы знаете, обычно люди находятся и потом в нормальном состоянии. То есть, они уже другого совершенно. Потому что, опять-таки, я не хотел бы сейчас скатываться все на лечение, потому что, опять-таки, лечение – это не самое главное для меня. Лечение... А это будет очень важно для тех, кто будет вас выбирать? Ну, вы знаете, не думаю, что... Знаете, когда человек повернет здоровенький и голодный, то ему это будет мало поможет. Моя задача, как раз, если действительно мне будут люди выберут, сделать так, чтобы многие болезни просто перестают существовать. То есть, не нужно бороться с проблемой, а нужно не допускать проблем. Так вот, есть способы, методы, которые позволят большинству болезней избежать вообще. Ну, например, какие? Почти все. Почти все. Да. Потому что многие болезни возникают из-за проблемы и с питанием, и с того качества пищи, техногеновыми явлениями связанными. Много. И много чего. То есть, понимаете, сейчас не только мои технологии. Есть удивительнейшие разработки других людей, которые ставят прекрасные технологии. Если мы их внедрим, то страна действительно прыгнет тысячи лет вперед. Вот, кстати, вспомнил, что вы же, по-моему, 15 лет в Америке прожили, да? Ну, не потянулся, жил там в Италии. Ну, когда это было? Когда вы уехали в Италии в Армаду? Ну, в 92-м году уехал и вернулся в 2006-м году. В 2006-м? 14 лет, получается. Да, 14 лет. Вот, ну, все-таки немаленький срок, да? Вы в Америке, насколько я понимаю, там продолжали заниматься своими исследованиями. И еще и вот про американский, вот этот корпоративный заговор. Внутри же смогли узнать, почему от себя... Вы знаете, когда, естественно, потому что, когда эти люди... Вот я считаю, что мне очень хорошо, так сказать, в этом плане повезло. Но вы же упустили значительную часть истории. Ничего я не упустил. У меня все мои родные здесь были и есть. И к тому же, я не эмигрировал, я не получил, остался гражданин в России. Так что, в этом плане, так сказать, я не менялся. Плюс, если честно, то я жил на русской территории, которая незаконно принадлежит Америке в данный момент. Северная Калифорния и Аляска по-прежнему незаконно владеют Калифорнией. И Северная Калифорния и Аляска незаконно владеют Америкой. Там русская речка, русский форт. У меня там нет. Нет, там ничего нет. Но не в этом дело. То есть, я даже там находился, на русской земле. Но самое главное то, что иллюзии, которые у нас тоже были, когда мы в Советском Союзе жили. Вот тут у нас все такое, там святущий Запад и так далее. Когда я столкнулся и увидел реальную жизнь не с парадной двери, то многое стало мне понятно, и как, что, что к России относится, как, почему происходят много событий. Много материал, которые в России были недоступны. Там были доступны. И мне пришлось столкнуться именно с высшими, кроме американскими, которые очень хотели, чтобы я работал на них. И у них это не получилось. Вербовали? Ну, вербовали. Ну, и только что. Так откуда из ЦРУ? ЦРУ – это мелкие пешки. А кто? И мировое правительство вербовал, предлагал поставить любое кризис нулей после единицы, которую я посчитаю нужным. И тут же гражданство давали, даже паспорт пока. Чего же вы отказались? А потому что для меня не деньги важны. Понимаете? У меня совесть и честь важны. Потому что они прекрасно знают. Вы думаете... А мировое правительство, оно... Прекрасно знают, кто есть и что я делаю. Их только деньги интересуют? Нет, не только. Естественно, они хотят сохранить свою власть. Если вы благородный человек, как вы, папа, в мировое правительство, может быть, возможности повлиять? Да. Как может повлиять, если я подписал контракт, где поставил триллионы долларов, я не заплатил триллионы, к примеру, то они потребуют, чтобы выполнял то, что им нужно. А я не собираюсь выполнять то, что нужно кому-то. Я всегда делал то, что согласуется моей честью и совестью. Неважно, выгодно мне это или не выгодно. Понимаете? Так же, как в Советском Союзе, когда узнали факты реальные о том, что я сделал, и с моей помощью, с участием произошло, в 91-м году, в феврале, мне предложили. «Коля, не хочешь одеть форму?» Ну, я вводился недавно относительно из армии старший лейтенантом. Запас ушел. «Не хочешь одеть форму, но будешь ходить гражданское, тебе все, что хочешь дадут. Будешь получать 600 ре в месяц зарплаты генерального полковника, сразу с триллиона генерального полковника, и будешь иногда только делать то, что мы тебе просим». Я сказал, я готов сделать то, что не противоречит внутренний мой мир. Если это совесть и честь не противоречит, я это сделаю. И для этого не нужно ни платить, ничего и так далее. Я прекрасно понимал, что я даю отказ. Я ГРУ дал отказ на то время. То это означало, что смертный прокурорство подписал. Ну, пытаюсь убрать неоднократно. Вот за то, что хорошее дело дел, мне пытались после того, потому что для них, если кто-то что-то умеет делать, то, что для них за пределами, и они это не контролируют, это опасность. Потому что как же так? Мы это не можем контролировать, мы его не можем контролировать. Ну, так получилось, что к тому моменту, когда это произошло, я же умел достаточно возможности защищать себя и от покушений, и так далее, и так далее. И в Америке продолжалось это неоднократно. Американцы? Ну, как он отказывал и тем, и тем, и тем. Естественно, и угрожали, и саботировали. Никто вас, в конце концов, так и не завербовал? Никто никогда не завербует. Тишка-танка. Тут мы уже о некоторых вещах говорили. Я просто хочу, чтобы мы в таком режиме просто как раз поговорили. Значит, гипнозом владеете? Владею, но не пользуюсь. Телепатии? Владею, если нужно. Телекинез? Это дурость. Я просто демонстрировал, чтобы показать, что за дуростью не нужно заниматься, а нужно заниматься делом. Правда ли, что вы великий князь? Ну, мои предки были, да. Пишут, что вы изменили курс немезиды. Ну, это не немезиды, а планеты X. Это факт. Силы мастеров? Ну, какая разница, как я сделал? Вы академик четырех академий? Ну, те, которые избрали, да. Да, кстати говоря, что я купил в переходах, да? Как пишут, что... А, вот академик, такие дипломы можно покупать в переходах в метро. Могу сказать... А я не про это сходил? Нет, я вам отвечаю, как пишут тоже там, на интернете. Так же, что я школу не заканчивал, вообще, что я не учился. Понимаете, академии мне присуждали звание из-за моей работы, которую читали. А вот те, кто пишут, они ничего не читали, но пишут то, что им приказывают. Вот так. Нет, меня тут интересует, являетесь ли вы просто академиком четырех академий или нет? Не академики, не РАН, не российская Америка. Да, а назовите, что за академия? Ну, это четыре академии, крыльца, комплексно безопасная академия, энергетическая обмена природы, потом крыльца инновационная обмена природы, потом домашнего лечения и так далее. И еще информация международной академии инвентаризации. Там, последний, к примеру, члены являются вплоть до президентов многих стран, говорят о Нобелевской премии. Да, я-то уже, кажется, купил диплом там. Предсказываете судьбу по фотографии? Ну, я могу рассказать, что произойдет, естественно. Но делать это редко, потому что люди все равно ничего не слушают. Пишут, что вы восстанавливаете голограмму человека. Что такое голограмма человека? Я это не писал. Читайте то, что я пишу. Понимаете? Потому что у меня не было возможности следить с вами прочитать. Я понимаю. Поэтому лучше читайте. Вот есть вопросы? Это ложь, вычеркну. Ну, они... Голограмму не восстанавливаете. А что такое голограмму? Они хоть понимают, что ли? Я понятия не имею. Вот я узнал, что происходит такое. Дело в том, что прежде чем... Лучше читайте мои материалы. По крайней мере, мне представляет то, что действительно я делаю, что я думаю. А то, когда вы читаете то, что там архинея несет, и, как говорится, льет грязь... Ну, я пока вроде у вас еще никакой грязи не могу. Не, я не говорю вас. Но вы считаете с тех, кто пишет об этом. Вообще, в интернете есть и хорошие, и плохие... Естественно, но есть очень хороший сайт в кавычках. Словенск. Слышите такое, да? Словенск? Ага. Так вот, там чего только не льет грязь. Там про вас? Да. Там так на меня любят просто. Понимаете, когда... Но я всегда хочу сказать, пользу моему мнению, чтобы вы оставите, это не вырежете. Понимаете, когда там льет грязь. Группа людей, которым заказано это все. Ну, это понятное дело. Но я говорю, как люди могут верить в то, что там говорится и пишется, если когда мою жену убили, и она была мертва, они публиковали интервью, что она говорит, что я не убита, я жива, мои слухи из моей смерти преувеличены и так далее. Для меня лично, если бы я обратился к такому источнику, достоверному, честному, порядочному, да, вот такой факт, что у людей нет ни чести, ни совести. Это не люди могут такое делать. Когда человек мертв, и они это прекрасно знают, они сами пишут статью, и выставляют это как факт. Понимаете, что вот это все так. После этого, вот большинство средств, которые льют грязь, ну, такого плана. Расскажите, я просто про это как раз, только что узнал, вашу супругу убили, да? Да. Как время? 13 ноября прошлого года. Но было в это время во Франции в тот момент. Это вот в вашем умении? Да. Инфразвуковое... Я знаю, но пока заявлять не буду. Я знаю, кто сделал. Но следствие ведется, да? Официально? Официально вряд ли. Но кому положено, провели, и, так сказать, не только я. Это, так сказать, инфразвуковое оружие применилось. Инфразвуковое оружие? Да. Слышали такое, да? Ну, да. Вот. И на меня применяли. Просто уже было поздно, так сказать. Потому что, когда, так сказать, когда, понимаете, никакого, так сказать, волшебства не существует. Для того, чтобы защитить какого-то оружия, нужно понимать его принцип действия. Ну, да. Вот, когда я понимаю принцип действия, и для этого мне надо бывает очень нужно немного времени, особенно когда его нет, несколько секунд есть, чтобы найти понятие, что к чему, то он хочет жить, умею вертеться, правильно? Так вот, быстро я приходится анализировать, мне это получается, и удавалось создать противодействие оружия, которое защитило уже далеко не только меня. Многих людей спасло от смерти. Которых убирают, пытались таким же способом. Кстати, вот по поводу вашего имения во Франции, как любому человеку, идущему во власть, вам придется сталкиваться с вопросами, откуда деньги? Откуда деньги? Эти имения купили в 99-м году, и я заработал деньги, свои заработанные деньги я купил. Вот как на книжках? В смысле, какой книжках? Ну, как заработал, расскажите. Я заработал официально все, так сказать, легально и так далее, даже когда не находился в России. И это все проходило чисто, без всякой черной или белой зарплаты, как это делается. Меня просто интересует, каким трудом вы зарабатывали? Контракты у меня были с людьми, с компанией, которая выполнила работу, которую они просили только трудно. Разные вещи делал, но те, которые я считал нужны. И официально все это было приобретено. Какие-то не хотите сказать, какие вещи делали? В том числе и лечение. Так, спасибо. А потому что многие вещи официальные. А тут еще у вас есть, собственно? Нет, ничего нет. Только вот имение Вархамс? Да, это мы жилок и брюсел. И в Москве квартирка? Нет, нет. Нет. Пока еще нет. Снимаю. Да, продолжим Блиц. Да-да. Значит, то, что силой мысли вы чистили водоемы и останавливали ураганы, правда? Я говорил-то, что очищал не только водоемы, очистил, а в то время очистил Архангельская область была очищена. И этому подтверждение есть официальное, документальное. А то, что там пишут... Как вы про это говорите? А с ураганами какие ураганы останавливали? Целый ряд почитать, тоже статью. И к тому же официально, ко мне уже когда я был в России, официально обращались в правительство США с просьбой, но я потребовал контракт официальный. Вот это их не устроило. Ну, теперь они сами разбираются с ними. Они хотели вас использовать в качестве такого помощника при климатических... Да-да, в проблемах. В 2007 году переговоры велись, весьма основательно. А почему? Где не сошлись? А потому что мое условие было подписание официального контракта. Почему отказались? А потому что им невыгодно подписать контракт официальный. Таким образом, они официально подтверждали, что я такие вещи могу делать. Так же ко мне обращались по поводу Мексиканского залива, официально тоже обращались. Я тоже самое искал официальный контракт. С Японией, когда произошло событие, тоже ко мне обращались. Но все хотели, чтобы это было, знаете, так подпольно сделано. Чтобы я сделал работу, а они готовы были платить. Но трубы этом не было официального. Я сказал, нет, извините, друзья, товарищи. Вот официальный контракт. Вот когда будет официальный контракт, я выполню. Ну ясно. Они отказались, чтобы не подтверждить документально, что вы... Хотя они прекрасно это знают. Вы думаете, обращались просто так? Вот просто взяли, просто так обращаются и говорят, пожалуйста, сделайте такую работу. А зачем это? А потому что они прекрасно знают, что это работа делала. То есть... Убрать хотели? Да нет, убрать мне не хотели. Нет, им нужно было решить проблему. Но они думали, что я соглашусь. Там долг разговор, то же самое. Поэтому, когда только не подкатывали. Когда я сказал, что вот официальный контракт, и они начали тянуть резину, я сказал, все, или подписываем, или до свидания. Они сказали, до свидания. Хорошо, до свидания. Там другой момент был, когда президент Бужич обращался тоже с другой проблемой. Я сказал, тоже официальный контракт. Тянули резину, так не подписали. Пришлось когда-то остановить, потому что катастрофа была бы серьезнейшая, не только для Америки. Ну, то они хитро сработали просто. А потом, допустим, когда по поводу ураганов, через Кубу отходит, посылает человека и говорит, вот латиноамериканские страны, вот мы с тратным урагам тоже, вот мы хотели, но мы не имеем таких средств, чтобы, вот могли бы нам помочь. Я говорю, ради бога, подпишем контракт, но, понимаете, вот я защищу вас, то защищу и США. Значит, вот вы тогда платите то, что за них должны, и за себя, и вы, как сказать, квит. Они решили, что типа малой крови, запустив через латиноамериканские страны, которые, бедные страны, они таким образом заставят меня сделать. Я сказал, пожалуйста, но вы платите из США, потому что, да, защищаю их тоже. Это долгая история, естественно, средства массового не публиковалось, и т.д., и т.п. Но много что происходит, понимаете, люди не понимают, что существует давно изнанка мира, которая не очень приятная. И те, которые руководят, они знают гораздо больше, чем сообщают. И если кто-то не на их стороне, то они делают все возможное, невозможное, чтобы об этом они не знали. Хотя, в многих случаях, они обходиться не могут. Потому что они получить, вот мои технологии не в состоянии, потому что я им не даю их технологии. И поэтому бесятся, потому что без них они решить проблему не могут. В многих случаях. Но это уже их проблема. Поэтому задача в том, чтобы именно истина, действительно была истина, не ложь, которая поливается очень много. Мои предки, говорится, мой предок, допустим, жарским именинным, освобожденный москву от поляков. И я рос уже минимум тысячи лет назад. Мои предки после революции были сосланы в Сибирь, прошли через Сибирь. Это реальные вещи. И мы жили в таких условиях, которые большинство людей даже не представляет. Я уже в 66-е годы, когда я родился, в таких условиях, которые многие даже и не представляют. Без всяких взяток и блатов и образования получал, своим горбом пробивался. Без взяток, без блатов, без предательств, без продажи самого себя. И так далее. Это очень многих не устраивает. С выгодой для себя вы использовали свои способности? Если бы я использовал для своей выгоды так, я бы имел уже триллионы сейчас. Потому что, почти все, что я делаю, которые стоят десятки триллионов долларов, я делаю бесплатно. Потому что я делаю не потому, что я хочу деньги за это получить, а потому, что я не могу пойти на другом. А то, что я, допустим, с американцами жестко так и с другими, потому что я не считаю, что я должен для них и других делать что-то просто так. Деньги нужны для того, чтобы поднимать Россию. Вот я бы те деньги, которые они бы заплатили за контракт, которые согласились заплатить 50 миллиардов долларов за один год. Одного года контракта 50 миллиардов долларов. Я бы с удовольствием и с радостью применил для того, чтобы в России что-то создать хорошее. Понимаете? А вы скажите, вот выборы были вчера честные? Вам, наверное, известно про это? А вам неизвестно? Более или менее. Скажем так, мне тоже более или менее. Вы же могли повлиять на ситуацию в стране. Взяли бы и силы мысли, запретили пририсовывать какую-нибудь партию. Вы знаете, вместо что-то можно вкритить ситуацию. Вот не допустить войну, не допустить уничтожение людей, которое было, допустим, в 2010 году, когда жара была. Помните? Ну, вы почитаете статью в президенте газете «Антироссия, кинотециклоны» и так далее, что было применено оружие. И не только оружие, была организована операция, для того, чтобы уничтожить Москву, поделать 2-3 миллиона человек. Вот такие вещи. Войну, чтобы остановиться, вы готовы, а вот на выбор влиять не хотите. А зачем? Ну, все же несправедливо. А кто справедливый? Справедливая Россия справедливая? Нет. Коммунисты справедливые? Все, наверное, несправедливые. А кому? А кому? Вот даже теоретически сказать. Вы скажите хоть одну партию, которая достойна, честна и порядочна. Нет таких. Ты зачем мешаться? Драку собак. Которые грызутся, кусок пирога. Пускай они рутся. Потому что... Вы выше всего этого. Не выше. Просто какой смысл вмешиваться? Вот это все равно ничего не изменит. Вот изменит то, что если действительно начнется изменение, возражение страны, вот когда вот такие, как говорится, паразиты, которые есть очень много среди политиков, вы там сами прекрасно понимаете, им не будет места в стране. Ну вот смотрите, вы хотите участвовать в выборах президента Российской Федерации. Там же очень важна поддержка партии. и так далее. Вот Единая Россия сейчас набрала, опять займет половину в Думе. Вам для собственной хотя бы поддержки, чтобы потом не допустить при выборах президента, значит, подтасовок, интриг политических вам, может быть, стоило сейчас... А вы знаете, а вы знаете, даже вот то, что проводилось вот в собрании избирателей, да, на которое меня выдвигали, уже, паузык, давно ставили, приходили уже и пожарные, под этим актом о закрытии, остановлении мероприятия, присылались... Копают уже под вас? Копают давно. Так что, извините, боятся правды, вы видите? Я, правда, не боюсь. Правда далеко не всегда красивая и приятная. Но я ее не боюсь. Посмотрите, я вам не задал еще вопрос. Да, пожалуйста. Вы автор новой концепции мироздания. Есть такое немножко, да. Ну, я даже не буду сейчас спросить, я вас вкратце ее рассказать, ну, вот совсем если схематично, чтобы вот в трех предложениях. В трех предложениях, к сожалению, понимаете, даже, к сожалению, в трех предложениях... Ну, там есть хотя бы вот эти вот какие-то там основополагающие вещи? В том-то и дело, в том-то и дело, что постулатов не должно быть вообще. Если, опять-таки, вернуться к науке, так, постулат может создаваться в начальной фазе, когда непонятно, белые пятна есть, условия пока, премию как-то не есть, чтобы сложить фундамент, подняться выше, и видеть, ага, вот здесь белое пятно вот это, мы открыли, по идее, должно быть чем дальше, тем меньше постулата. Правильно? На самом деле, мы имеем наоборот. Чем дальше познавание идет, тем больше постулата. У меня только один постулат, что материя реально существует. это доказательство. На тезисе, что материя реально существует, строится ваше концептение? Нет, единственное, то, что я понимаю без доказательства. А все остальное элементарно объясняется. На языке доступно понимание школьникам. Дети воспринимают элементарно такие вещи. Ничего сложного, просто. А вы где-то преподаете эти знания? Нет, не преподаю, я книги написал, и многие люди, многие школы учителя, факультативные занятия проводят, изучают и так далее. С детьми занимаются по вашим книгам? Да. И многие люди в семьях тоже это изучают. А если президентом станете в обязательном порядке в школе ведете? Нет. Нет. Почему должен навязывать что-то? Ну, есть официальная наука, которую вы считаете искажающей чувствительностью. С ней же надо бороться, будете бороться, и что станете президентом? Я не с наукой буду, а лженаукой бороться. с лженаукой. Вот в том варианте, где можно противоречить и так далее. Конечно. Потому что, понимаете, устаревшие представления, они должны приходить в категорию уже просто исторических фактов. Понимаете, что были такие представления? Вы-то, насколько я понимаю, знаете сильно больше, чем средние ученые. И, наверное, нужно как-то, то, что вам известно, нести людям. Так написано в книгах. Вот так вот я и спрашиваю, книги эти будут официальные науки, если вы станете президентом? Это уже не мне решать. Это будут решать люди, которые будут и читать, и считать нужным, нужно ли и так далее. Это, я считаю, право выбора человека, верить в что-то, у меня не вера. Я никакой религии не предлагаю, потому что я считаю, религии, действительно, единственное, чем я согласен с коммунистами, которые были раньше, не те, которые сейчас ходят, расшибают, в церквях, что религия, это, например, для народа. Это действительно, я согласен. Церковь разгонила? Зачем ее разгонять? Знаете, в этом анекдоте? Попрыгайте, она сама отвалится, понимаете? Потому что, когда людям вбивают глупости и превращают в скотину, вы знаете, что один парень мне написал? Он мне написал, что вот, вот, говорит, с детства, вот, помню, как вот бабушка стояла, этого куличи, там, Пасху, целый день стояла в церкви, отдала батюшке. Это я потом, мне было интересно, что же делать? Я приеду через забор и увидел, как этот батюшка эти Пасхи кидал свиньям, и свиньи жрали эти Пасхи. У этого парня было достаточно, чтобы перестать верить в Бога, потому что и у бабушки с душой все, последние, она последние крохи, и еще деньги последние свои давала. И когда достаточно посмотреть, как живут так сказать, слуги Божьи, которые должны служить людям и Богу. В общем, религия, рудимент, я считаю, что человек в праве верить во все, что он желает. Это его право. Но он не имеет права, он навязывает это другому. Вот скажите что-нибудь, если вы хотите, с вашим потенциальным избирателем. Нам необходимо возрождать страну. Это не, я один это не смогу сделать. Даже обладаю купленные возможности, которые вы говорили, и так далее. Это можно сделать, когда все вместе, все люди вместе будем освобождать страну от паразитов, вот этих взяточников, коррупционеров, проходимцев, которые прорвались в власть ради того, чтобы ограбить народ, превращать народ в рабство. Я считаю, что наша цель и задача, чтобы люди стали свободными, перестали быть рабами, и чтобы это можно сделать только мы сами, без всяких революций, а именно конституционным путем закона и возвратить нашу страну, и она будет процветать, как и никогда до этого. Чтобы не болели еще. И здоровье, естественно, будет. Здоровый теле, здоровый дух, правильно? И когда будут убраны многие причины возникновения болезней, то и болезней не будет. Так что все в руках наших, но, естественно, не произойдет в один день. И это не будет легко, потому что те, кто паразиты, которые существуют, и они реальны, они не будут спокойно смотреть, как их будет, у них кусок пирога. Как только вас выберут президентом, сразу же начнется борьба против вас. Вот сколько времени пройдет с того момента, как вас выберут президентом, до процветания в России? Трудно сказать, потому что пока я не могу знать это, потому что еще вот когда начнется действие, будущее зависит от многих факторов. И оно не однозначно написано, так сказать. Зависимо от того, какие будут действия. Если в одном будет одно, если в другом, другое, третий, третий. Зависимо куда пойдет страна. По среднему сценарию. А что можно говорить среднему сценарию? Ни рыба, ни мясо. Враги будут вас кусать. Враги меня всегда кусали сильно. И знаете, такая поговорка, как говорится, ребята, давайте жить мирно. Помните, да, Кот Леопольд? Никогда не будут волки и овцы сытые и целые. Или волки сытые, или овцы целые. И то, и другое вместе несовместимы. Поэтому вообще-то десятки лет или сотни. Нет, это не сотни лет. Я думаю, что это в любом случае порядка 10-20 лет максимум. Если действительно будет возможность возрасти страну, это вполне возможно сделать. Потому, что есть все необходимое для того, чтобы не догонять кого-либо, что всегда бесполезно, а сразу шагнуть далеко вперед. Все для этого есть. И далеко не только мое. Мое только маленькая часть того, что я могу предложить. А есть еще много разработок, уникальных разработок наших людей, внедрение которых только в реальность. Постройка заводов, заводов, фабрик, которые будут выпускать продукцию правильного качества, позволит стране выйти в лидеры так быстро, что никому не снилось. И никогда не догоним. Это вы боялись, для этого в 20 веке, значит, в 20 веке Россия вышла на такую позицию, если бы не было революции, последующие действия. Это не мои выводы. И революция создали почему? Потому что расчеты показали, что если не сделать то, что не сделали, то к 40-м годам Россия бы стала мировым лидером. А это очень не хотелось тем, кто хотел быть вместо нее. 20 лет на процветание, а чтобы мировым лидером стать сотня? Зачем? Это тоже самый срок. Я вас понял. Спасибо большое. Если что-то еще вы хотите добавить, да нет, пока нет. Я думаю, материал достаточно, посмотрим, что вы сделаете. с